Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, начнём вечер. И вроде не в тесноте, и не в обиде, но очень всё в порядке, да, и воздуха хватает, и жарко, конечно, сейчас, но вроде нормально, более-менее, если было народов очень много, то было конечно душно, а так вроде нормально. Ну, вечер сегодня такой свободного плана. Конечно, я начну, как обещал, с стихотворения, с новой моей для многих такой деятельности. Я о ней расскажу немножко сейчас. Я думаю, будет это интересно весьма, как это всё у меня начиналось, когда в плане поэзии там, потому что об этом никто ничего не знает по сути, ну кроме близких определённых людей. Я сейчас расскажу. Ну а потом будет беседа, ответа на вопросы, на любые темы, на что хотите, хоть насчёт политики, насчёт там вот как в Европе там, что творится с иммигрантами, и там что из этого ждать вообще, что творят сами Америки, во что превратилось собственно европейское население. Ну, вдруг будет интересно кому-то. А можно прям на любые, ну и на здоровье теми, пожалуйста, на любые, на всё, что захотите. Так, давайте начнём как раз с того, с главной нашей темы. Перед тем, как я буду читать вот это стихотворение, о да, о фалафеле. Я скажу, почему о фалафеле, там немножко подробнее. А сначала просто насчёт стихов. Ещё в школе очень много лет назад я опять-таки из-за сатирического такого уклона, ну был у нас, может быть нехорошо сейчас об этом говорить, но что там говорить, когда лет не так много, вот такой был у нас одноклассник, не будем называть, на непокойный, к сожалению. Вот он такой толстый-толстый был такой, и не только потому, что он был толстый, а потому что у него такие, знаете, как сказать, в связи с этим были очень умилительные и смешные, и не только движения, жесты, образ жизни специфический. Ну, когда пришёл, буквально там, в каком-не помню, классе, и мы увидели, как на перемене, ну это сейчас советское старое наше прошлое, я говорю, мама ему бутерброд приготовила, ну это бутерброд, а всё ведь в фалафеле, да, соливается сейчас. Бутерброд – это батон белого хлеба, разрезанный вдоль. И там полкило колбасы и всё остальное. Конечно, у нас произвело неизгладимое впечатление, вот я почему-то с какого-то мгновения стал писать стихи. А мой школьный друг, другой, стал великолепно делать шаржи и картинки. То есть он вообще художник, он Суриковский, который он окончил, то есть очень выдающийся прямо лучший, художник, великолепный. Вот как это всё начиналось. У нас была такая тетрадка, где он, вот эти шаржи определённые, а я стихотворениями это всё сопровождал. Было гениально. И как я сейчас жалею, что моя мама потом… Ну, конечно, дошло до скандалов, дошкольных, у всех это было средний класс, поэтому тогда ещё родители как-то это… И в итоге выкинула на эту тетрадку, после всех этих примирений трёхсторонних наших, выкинула, к сожалению. Вот это я очень жалею. Потом шли годы, потом институты, я ещё писал, и писал порой вот на паре сидишь, там вдохновение на что, за 40 минут накатал такое стихотворение, что потом все ухохатываются, так сказать, идём с нашей группой. Ну, ладно. И вот потом, как говорится, дела, бизнес, вот это всё, конечно, очень сильно, как бы, приземляет, и по-большому счёт пропал этот у меня, да. И тут случилось вот что. Буквально месяц назад, двадцать девятого… Да, это было даже тридцатого, я точно помню, воскресенье, на прошлой ярмарке, вот это век феста, да, век март. Ну, в общем, кстати, приглашаю, будет двадцать шестого, двадцать седьмого августа. Так вот, смотрю, понимаете, вот тут нужно немножко небольшую ещё предысторию. Почему именно о фалафеле? И вот прям вот торкнул, да, то есть началось, вот прям пошло у меня, я стал записывать треть, я написал прямо в воскресенье там этого стиха, а началось как? У нас два года, как вы знаете, кто-то из вас знает, что проходят эти ярмарки. И вот на каждой из них в обязательном порядке людей чем-то кормят. Ну, поскольку они не сыроедные, а веганско-вегетарианско-сыроедные, то, соответственно, там, конечно, есть разные готовки на жарки и прочее. Почему у нас, когда помещение закрыто, и просто замучили, там жарят, это всё воняет, вся одежда потом этим, ё-моё, мы прям, ну, она теми людьми, значит, кто, понимаете, это не то, что вот мы подшучиваем и прикавливаемся, ладно, если это не за что, а бывает это действительно смешно. Почему смешно? А вот обратите внимание, если вы, может, обращали или нет, то как это происходит? Мы тут долго стоим и видим. То есть тут это некий культ, это не просто там еда, фалафель, это вообще какое-то до безумия дошло. Ну, недаром сейчас, вот что, в 27-м будет, называется это Викфест чуть ли не битва фалафеля. То есть там такое будет грандиозное мероприятие, то есть как игра престолов, типа битва престолов. Ну, ладно, хорошо. А, значит, почему фалафель? Дело в том, что посмотреть, я вот наблюдал за людьми, ну, прям и так грызгут, и сядут, и напекрение, прямо чуть не подвизгут, чтоб капелька не свалилась, и глаза закатывают, чуть ли не это до какого-то урожая доходит. Ну, вероятно, я понимаю, что люди, которые вроде стали веганами, ну, и многие поэтические соображения, потому что а вкус хочется абсолютно тот же, какой был любимый вчера еще, шаурмы. Ну, или чего-нибудь похожего, там, сосиски в тесте, и там фантазия может дальше подсказать, что еще подобное. И вот они ищут этот вкус, а эти товарищи, кто стоит, ну, это чуть ли не повелители вселенной, с гордым видом. Вот, кстати, обратите внимание, как эти фалафеля перки стоят, это просто, это вот, это вот такой-то образ, понимаете, это вот, прям чуть ли не творцы, ну, я, кстати, тоже отразил здесь это очень интересным образом, переворачивают гордо эти свои котлеты, ну, то, и там, значит, вот, очередь стоит, облизывается, они понимают, насколько они значенные фигуры, понимаете, в этом деле. И, конечно, у них появляется некая такая осанка, гордость, ну, и прочие атрибуты вот этой вот значимости. А народ, конечно, ждет, у него уляжется один фалафель, ну, еще погуляют, причем, вот, ходят, но есть такой тоже типаж, ничего не покупают, ходят, 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 круги наматывают, ничего, не только для того, чтобы поесть вкусненько. Ну, так, посмотрите, конечно, тоже интересно. Уляжется часов, пройдет еще, потом часов уже третий, ну, надо сказать, в нашем коллективе есть тоже такой человек, так сказать, наш, значит, товарищ из коллектива, один его не называют, что-то, так сказать, и вы знаете, что он, ой, я, ну, скажем так, он мой родственник, родственник, ну, как скажем, поэтому тут мы над, может быть, более злостно подшучиваем, но не то, что над ним, вообще над всеми, это вот как, а у нас же как от месяца к месяцу, все, у него прям все, фалафель ждет, радует, так и говорит, да, вот вы едите это, а я буду есть, самой вкусной в мире там это, еду, такой, да брюшка, значит, и мы ждем все, как один, второй, все, два, нет, будет три, и четвертый вечером, значит, вот, и, так сказать, я эти строки некоторые, которые там написал, зачитал несколько раз перед нашим коллективом внутри, ну, конечно, нашим ха-ха-ха-ха, он обиделся, обиделся, вот, я неожиданно, я бы даже не стал читать, прям, прям, вот, публично заявляя на всю, на каждую камеру, что прям извиняюсь, прям лично перед, ну, он знает, перед кем я буду, не хотел обидеть, ну, зачем лично воспринимать, это же про всех, это образ, вот, это, конечно, не лично кому-то, но, видите, бывает, что сатира очень сильно пробирает, да, бывает такое, но вы сейчас сами оцените их, волнуюсь, как на экзамене, все-таки, первый такой опыт у меня публичного стиха сложения, нет, были, были, перед группой в институте и прочее, но все-таки сейчас сколько уже, 25 лет прошло, хорошо, значит, ну, теперь, пожалуй, надо сказать следующее, поскольку мы же еще съемку ведем для наших зрителей, поэтому скажу, ну, прям, буквально кратко, дорогие друзья, я обращаюсь к зрителям, что, во-первых, кто такие сыроеды, чтобы они, люди, которые едят, не едят мясу и вообще пищу животного происхождения и не едят вареную, термически обработанную, жареную пищу. Веганы – это те, кто не ест животным никакую пищу, но ест термообработанную пищу, и вот есть из них такие люди, которые, да, по разным причинам стали веганами, но главное, что вот этот вот культ некий, который создается, фактически это культ вот этой сосиски-сордыки, но я бы сказал, возведенный в квадрате, потому что это надо видеть, как люди реагируют, как все это происходит. Вот. И поэтому, в общем, когда строки у меня пошли, я буквально в течение двух дней записал полный стих, отшлифовал его потом немножко, так сказать, и вот теперь хочу вам представить. С этого начнется наш, так сказать, мой творческий вечер, я зачитаю стих, а дальше у нас все в произвольной форме. А для зрителей еще, хочу сказать, ввести в курс, чтобы, так сказать, да, в принципе, наверное, я ввел, я просто все пометки сделал здесь, я объясню, а, да, вот, знаете, меня еще что всегда в этом, я не знаю почему, они в эти фалафель, какие-то вот эти оберки, вот эти, ну, видимо, там, тестовые, да, какие-то зеленые, почему зеленые? Ну, я понимаю, там, наверное, шпинат туда натолкли или еще что-то, но зачем зеленые показать, что вот какой-то особый коллагенщин, или что это, мол, ну, аналогия вроде бы это все салат, вот зачем это, вот это вот зеленое, здесь в этом случае это не совсем сочетается, мне кажется, ну, как будто что-то вот хотят себя успокоить чем-то, что-то как-то вот оправдать, вроде бы, ну, почему зеленые? Вот меня прямо, я тоже отразил еще зеленые бёрки, вы это услышите. Ну, про типаж пекарей, таких статных товарищей я сказал, а вот, что составляют с фалафелями, тоже вроде объяснил, ну, а теперь пора начать, и будет небольшое все-таки предисловие, я просто вот так написал в произвольной форме, вот о чем. Данные ниже строки, пояснения для тех, кто не в теме, или для тех, кто хочет верно и глубоко понять смысл данной коды. Итак, один уверенный в себе и своей правоте веган, неистоволюбящие всевозможные веганские фалафели и пиццы, пончики и соевые сосиски, и все иное, что несет, и дает такой любимый и привычный с детства вкус, вроде жареных мясных котлет от бабушки, перестав поэтическим или иным причинам, есть животные продукты, но желающие получать те же привычные вкусы, пытаются успокоиться сам и, как водится в таких случаях у самых бойких, обратить свою веру за блудшим сыроедом. Так как сам не может или не хочет стать сыроедом, он призывает весь свой еще не растраченный интеллект и яркие дар убеждений красноречиво пытаются доказать пользу вкусных жареных блюд и просто рубит правду матку, приводя в качестве неопровержимых доказательств неоспоримый аргумент вреда сырых продуктов и пользу жареных, в особенности вершины кулинарного искусства фалафеля. Он размышляет о вкусовых и эстетических ощущениях, взывает к разуму и не только. Как может, он рекомендует попробовать и убедиться в своей правоте с его слов каждого и блаженствует сам, наглядно показывая пример другим, смакуя любимым фалафелям. Главный герой раскрывает перед нами всю свою душу, как он проводит свой досуг, к чему стремится, как видит этот мир, как богата его внутренняя жизнь, духовный мир. Вот. И он сверит в светлое будущее, помогает продавцам фалафелей на веганно-строенном фестивале вроде «Вигмарта» и «Феста», зазывая всех прохожих попробовать это чудо и даже читает в честь творцов этих супер-блюд стихи, а их уникальный жизненно необходимый для каждого профессии. Даже поясняет, что такое ЗОЖ. А главное, он верит в торжество, сами узнаете в конце, в торжество чего он верит. Наш герой обращается ко всем сыроедам мира с призывом взяться за ум и за разум. Ну вот теперь мы подготовлены, и наши зрители подготовлены, понимают хоть о чем будет речь идти, и теперь Ода. Начинаем. О вы, которым посвящаю я данный скромный нежный стих, и донести до сыроедов всех желаю всю правду о еде, чтоб спор утих. Хоть не актер я и не композитор, на фортепиано не играю, даже не пою, но чтобы в мире воссияла правда послушать воду за трапезную мою. Я не хвалюсь, и все же не судите вас за возможные эксцессы. Обидеть никого я сильно не хочу. Я не поэт, но сочинился и стих не хуже он и пьесы, хотя сатиры едкие многих нынче прокачу. С чего начать мой стих? С того, что нужно много вкусно кушать, а твой читательский удел сидеть, вникать и просто меня слушать. Один акцент про ЗОЖ. Мозги себе не парьте. Совет мой, все на вкусном масле жарьте. Не нужно вам, конечно, всяких вредных вафель, но все, я начинаю коду про фалафель. Фалафель нежный, жирный и воздушный, а ты вредный, если ты не малодушный. Зачем мне ваши авокады, яблоки и хрены? Подайте мне мои канцерогены. Мне надоели ваши разговоры о духовном. Мои ж мечты всегда жирно, но скоромно, чтобы не мясо, но вкуснее насытить брюхо. И потому лишь он ласкает ум и нежит ухо. Вкус неземной, зеленая обертка. Грызнешь кусок, и зубы сами крутят вертка. Один бочок другой из серединки, а соус брыжет. Ах, теперь не хочется грудинки. Лизнешь, куснешь, еще разок в засос, не крошки мимо на поднос. Кручу, верчу и на бекрень склоняюсь, как будто чем-то несъедобным занимаюсь. Вхожу я в раж, такое вытворяю, что сам себя порою удивляю. Фалафель, оду я тебе пою. Послушай, милый, отповедь мою. Родной, одним тобой я только дорожу. Тобой ласкаю слух и душу отвожу. Ведь я веган, а не какой-то там мясник. Ну а фалафель хоть не лук, но все же не шашлык. От одного кусочка мне не станет дурно. Люблю я отдыхать с фалафелем культурно. В еди я алчен и не утоним, одним куском не будешь утолим. И потому иду я ни в кино, ни на концерт. Иду в палатку, что в рядах. Беру фалафеля конверт и смачно с упоением поглощаю. Как будто душу я свою смущенную ласкаю. Возьмешь один, а через час другой. Но вот и третьего не стало. Фалафель не может много быть, а может только слишком мало. О радость, о блаженство, восхищенье! Нет слов, чтоб выразить сие прекрасное мгновенье. Взаимности не жду, от счастья не рабею. Мой друг, тебе я никогда не изменю. С тобой всегда я счастлив, бодр, душой я не старею. И жизнь свою в полна тебе дарю. И не хочу прерывать я столь блаженный дивный миг. Вкусив из недр души слюною льется песни крик. Фалафель, я люблю тебя до слез. Но не от лука, не от специй, а от грез. От ожидания нашей новой встречи. Довольно, замолчу, лишаюсь дара речи. О вы, торговые, с жаровнями ряды, сомкнитесь вы за мною. Не нужно мне на ваших фестивалях больше ничего. Есть я и он, настолько двое. Очнись, прохожий, что с тобой? Разве не видишь манны этой? Немедленно вставай в наш строй за внеземною нутовой котлетой. Ты только глянь на этот бал. Здесь за прилавком правят люди-боги. Они котлетами на противнях вертят и открывают к вечности пути дороги. В шкварчащем масле на плите вдруг происходит сотворение. Зри, гражданин, ликуй, тебе дается пропуск в пробужденье. Что ж, вот теперь понятно мне и цель, и истина труда земного. Я прославляю громогласно сразу всех великих пекарей съестного. И не могу скрывать от вас, от всех я больше благодарных слов и искреннего восхищения. Вам всем я шлю поклон земной, маэстро сковороды, как удейственникам фалафеля печенья. Быть может, посмотрев на нас со стороны без интеллекта, подумаешь, что пред тобою собралась и заседает секта. Но если ты силен, не робок и не дрогнешь, вкусишь сей закрученный бутерброд и сразу смолкнешь. Постигнешь ты сие благое состояние, тогда изменишь в раз свое морковное питание. Лета бегут, погода шепчет, солнце ярче переет. Мне нету дел до пения звонких ярких птиц. Пусть все вокруг цветет, поет и зеленеет. Меня ж зовут торговые ряды фалафелей и жарких пицц. Ни дом не хлопоты, ни в новую ванну кафель. О чем вы там, когда в руках мой старый верный друг, фалафель? Да, с ним печаль и горе не беда. И будь я дома или где-то на работе, пускай летят мятежные мои года, я посвящаю жизнь ему и данный коде. Поверь, мой друг, ни цель, ни средства, ни успокоения, поймешь ли ты, что я постиг уже давно. Твоя теперешняя жизнь есть даже не тлен, одно виденье. Узреешь истину когда-нибудь и ты, но мне уж будет все равно. Я верю в торжество победы брюха над рассудком. Пусть даже не поймут меня иные чудаки. Совет вам мой не допускать глумления над желудком и не травить себя плодами, если вы совсем не дураки. Очинитесь, сыроеды, мракобесы. Вкусите, нет, не плод, отведайте его хоть раз. Фалафеля поэт, певец брюшинный он и пьесы, самозабвенно завершил харчевный свой рассказ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, я смотрю, что я говорю, что вам понравилось. Да, слез? Да, слез, да? Ни от лука, ни от спец, а влез, да? В общем, если это прослушать более подробно, там, конечно, много смыслов, в каждой, вот, буквально, строках, двустиших, четверостиших, и это надо, прямо, вот, честно, прочитать несколько раз, чтобы вот все эти тонкости, тех, вот, нюансов, подколов и, так сказать, что я хотел донести, понять. Я думаю, будет запись, обязательно посмотрите. Ну, вот, так мы начинаем наш творческий вечер, а зрителям, в общем, будет тоже, я думаю, интересно, по крайней мере, когда они поймут хоть о чем дело идет речь. У сыроеда все поймут, веганы точно все поймут тоже, ну, и остальные, если будет интересно, вот то, что это же не просто начало, там, логичный конец, не просто риф, персонажи, все прописано, и как вот все это сделано, ну, в общем, благодарю, что вы оценили, что хорошо. Очень рад. Так, ну что, а теперь давайте тогда, наверное, как угодно будем продолжать, прям произвольные, ну, может кто-то про что-нибудь захочет про это, я не знаю, там, ну, в общем, давайте так, поднимайте руки и спрашивайте. А я расскажу вам, что интересно будет. С чего начнем? Ну, обязательно поговорим. Ну, может быть, пока что-то... А это вопрос, а вот вы написали это на сколько, и сразу вас повелось, или вы долго переправляли? Нет-нет, значит, это еще раз было так, я сейчас... Да. Тридцатого числа, это воскресенье было на ярмарке, прошлый рик-март, я просто вдохновился, и в середине дня, а воскресенье было там народа немного, и как-то вот и опять фалафели тут проходят и жуют, и наш там один наяривает, и я как-то там наш один сотрудник попытался, ну, тоже написал некоторые строки, ну, просто написал стихи, ну, такие, про... я там взял, ну, знаете, и вот как-то прямо повелось. Я сначала исправил то, что он написал, ну, просто как более логично, что было, и как бы красиво. И потом потекло, и я начал писать, писать. В этот день я даже ехал домой в часов 10-15 вечера, водитель везет, и я пишу, пишу, исправляю, пишу. И вот, буквально, я написал треть, ну, вот это, кстати, сто строк, то есть 25 четверостишек, ода, настоящая ода. А что касается, на следующий день стало еще писать, и через день. Я вот за три дня закончил, ну, ну, я не целый день сидел, там, час, ну, буквально, будем считать, чисто в жадном времени, часа четыре. Ну, что? Да, вдохновение. Ну, и вот, более того, скажу, если сильно попросите, я, может быть, из сумочки достану блокнотик свои, и зачитаю вам одно или два четверостишек из нового своего стиха, который уже посвящен, он тоже статирический, определенному такому интересному типажу определенных дамочек, которые, а, вчера еще, ну, шеста крутились, а сегодня в духовности учителями хотят духовность стать. И вот такие, когда так тяну, так анчау мне, такие, знаете, вот, я вот, ну, не мог я прям, моя душа прям вот прям хочет написать, прокатить, немножечко вот по этим нюансам. И я вот это сделал. Ну, вот я пишу его еще, я думаю, до кончу. И вот, пару четверостишек могу прочесть? Да. Сильно просто. Ага, ну, хорошо. Это попозже, это попозже тогда сделаем. А, у меня нет проблем, а у нас? Ээээ, не было. Ну, мне достаточно, что я видел это. Знаете, если бы я был, ради справедливости, надо сказать, что если бы я был веганом, я пока не, ну, то есть я сроял, понятно, то есть я не ем арен, но если бы я ел арен пифи, я бы тоже обязательно попробовал. Нет, там запах такой, что-то не могло. А, да. Зарен опять. Ну, просто, знаете, ради любопытства, как, что с ним творят? Ну, вы видели, что творят, как хорошо я это подметил, даже, как будто чем-то не с едом. Аж так, за что, извините, меня прям напрашивается какой-то вот аллегорий. Ну, ладно. Такие вот, негутурные. Алис – сровежный фалафель. Срак… чего только теперь нет. Ну, ничего. Срак… Срак – ты так делаешь фалафель, да? Да. А, вот. Кстати, да. Да, 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 да. Вот, да, да, да. Вот, да. Вот, да, вот. А мне, я даже сказал, я послал, так, одного своего сотрудника, говорю, ну, поснимать надо, как там, что люди творят с фалафель. И вот, она снимала эти… А вот, ну, что-нибудь мы потом сделаем. Да. То есть будет так. Так, я вообще надеюсь, я очень надеюсь, что этот, как бы так сказать, вот этот дар у меня не пропадет, и я буду, конечно, дальше уже по разным темам писать дальше стихи. Так что я это очень надеюсь, что будет, потому что я хотел бы. Потому что сатира – это вообще вещь такая сильная. Я, ну, помню, знаю, как это было и раньше, как это действует. А сейчас практически никто не пишет. Ну, мало кто. А тем более среди вот веганов строят так вообще никто, по-моему. Ну, и думаю, что вот эту нишу, да, вполне я могу. А почему же такая вот вон сатира от лица этого… Вегана такого. …посливающего, да? Именно на сырой леток, именно на правую. Ну, потому что… Вы знаете, потому что речь идет… шла здесь про вот это «нистовое желание истреблять фалафель». То есть люди строят под это чуть ли не жизнь свою. Планируют вот при ту же выставку к выставке, чтобы главное – поесть фалафель. Это просто такая мания. Она меня и спровоцировала. Это мания, поэтому я захотел именно… Да, но веганы много про что говорят, да, среди них вообще, кстати, есть разные интересные люди. Я вообще уважаю больше всего именно выбор, конечно, этического характера. Это я прям очень уважаю, так как люди все, но, к сожалению, наверное, среди веганов есть и очень много наголо убавитых людей. Есть такие вообще… Вот таких ли я встречал? Есть сообщества всякие там… Я даже не помню, как они там называют… А, подслушано что ли или что-то такое подслух. Как-то я подслух… В общем, даже само название уже говорит о том, что люди ненормальные, если они подслушные. И действительно там… О, что там такое… Ну, это же там… Такие товарищи есть. Поэтому веганы… А у них как? Я-то наивный думал, ну что… Ну и веганы все безусловно, безусловно, как мне кажется, стремятся в том числе к здоровому… Не только этической составляющей, защитой права живота, все хорошо, правильно. Ну и как-то здоровый образ жизни… А потом у меня с некоторыми такими особыми экстремальными товарищами состоялись диалоги даже, где они говорили… Нет! Что? Причем тут это? Это вообще никакое отношение… Ни здоровый образ жизни… Ничего… То есть это… Так что… И вкус… И кофе пьют… И курить… Там есть такие… То есть это те, которые именно чисто… Знаете… Ну, себя не просто находят… А что ли… Это даже как мода для кого-то стало… Для некоторых людей это как мода… Как бы влиться… Знаете, в такую… Вот как были неформалы разные… Вот… Как такая… Мы типа выше этого… Мы выше вас… Типа там вот есть такие… Которые из-за этого… И там среди них такие… Которые… Знаете… Защищают… Права всего того… Что… Так сказать… И защищать-то… Ну, совсем не стоит… Потому что тут мы говорим… Либо о здоровом обществе… Которое живет… Существует… Либо… О тех… Кто разрушает это… Общество и народ… Как ними доведут… Может придется и про это… Мне что-нибудь сказать… А почему говорят… Что сыроеды очень агрессивные… Знаете… Я думаю… Что… Ну… Видите… Агрессивный человек может быть… Во-первых… Он… У каждого свой характер… И это не совсем зависит от питания… Питание меняет характер… Это верно… Но все равно… Существует… Может быть он был… Холерик… Ну по темпераменту… Что же он изменится… Он будет тоже холерик… Но уж чуть-чуть… Наспокойнее… Но есть ведь вещи… Согласитесь… Которые… Например… Человек неравнодушный… Не может терпеть… Ну какую-то… Вопиющую несправедливость… Да… Ну не может… И это нормально… И конечно… Кто-то скажет… Послушай… Он же он… Ну… Орет ненормально… Или что… А… Всю ли знает человек поднагодный… Что привело этого человека… Вот к такому конкретному состоянию… Когда он его услышал… Будучи вот таким агрессивным… Вспыльчивым… И так далее… Никто же не хочет… В это… Вникать… А ведь это порой… Понятно почему… Ну так сказать… Вот… Когда я вижу… Например… Как… Очередная сводка… Как с фронта… Каждый день… Что… Пьяный сволочь… Села за рулей… Задавила… Определенное количество людей… Я не могу быть к этому равнодушием… Я так порой скажу… Скажут… Кто-то со страны… Проходя… Мимо там… На интернете… Скажут… Да что… Ты… Неуравновешенный человек… А как я могу быть уравновешен… Когда это переходит все… Границы… Да еще… Находятся те мерзавцы… Которые… Так сказать… Считают… Что это все… Алкоголь… Есть… Алкоголь… Алкоголь… Есть… Алкоголь… Что… Это все… Впух и прах… Разбивается парой… Парой буквально… Аргументов… Вот… Ну это… Думаю говорить здесь… Для вас… И незачем… Я думаю это все прекрасно понятно… Вот… Ну это вот ответ на… Якобы вот так… Агрессивно… Но… На самом деле… Эм… Противники… Сраильни… Те… Кто-то поперек души сильно стоит… Всегда пытаются что-то такое… Любые аргументы найти… У них не хватает научных аргументов… Которые могут доказать… Что сараины вредны… Или опасны… Как и веганство… Они ищут какие-нибудь… Вот что это… Сектанты… Ну… Появился там… Человек… Который скажем… Про плоскую землю… Все… Это им пища в кормушку… Это они сразу начнут… Вот… Смотри на сараины… Они же там… Придурки… Они же сектанты… И так далее… То есть… Вот как раз все работает… Это все понятно… Использовать… То что вы говорите… Как это все работает… Не стоит ли все-таки… Это использовать… Как-то себе во благо… Вот любое… Может быть… Отступление от темы… В лицо здорового образа жизни… В лицо сыроедения… Во многом… Для многих… Я думаю… В интернете… Любое отступление от темы… Оно сразу сужает… Как-то аудиторию… Да… Может быть… И… Каким-то образом… Дает… Почву… Для вот этих… Досужих умов… Судить сыроедов… Не так… А по-другому… Как-то… Что-то говорить про них… А вот они там… Безумные… А вот они там… Любят это… Они любят то… Вот они полезли в политику… В историю… В географию… Не знаю… В астрономию… Куда они вдруг… Не лежат… Безобразие… Вот… Если вы это знаете… Может быть… Стоит… Максимально… Избегать тем… Которые будут вас… Да… Вот… Как-то с другой стороны… А… Ну… Я скажу так… Интересный вопрос… Он даже не вопрос… Ваше мнение… Но… Посмотрите… Есть еще раз говорю… Темы… Которые… Я, например… Промолчать не могу… Я, в принципе… И так… Не особо… Как вы видели… Про… Стихосложение… Вообще… Только что все узнали… Кто… Ну… Но я и не… Пока не был… От того, что можно предложить… Не стесняясь… Я и не предлагал… Что касается своих мнений… Которые я высказываю… Я всегда… Их высказываю… Их высказываю… Аргументированно… Мне еще… По крайней мере… Аргументированно… Никто не предъявил… Никаких претензий… Про то… Что я что-то говорю… Не зная… Предмета… Если же я говорю о политике… Или о чем-то… Я могу… Аргументированно… Доказать… Я не боюсь… Говорить о тех темах… Которые может быть… В определенных кругах… Хотя… Раньше в большей степени… Сейчас меньше… Но тем не менее… Непопулярны… Ну… Например… На тему… Моего… Колоссально уважительного… Отношения к Сталину… Не потому что… Я понимаю… Нам мозги за 30 лет… Как минимум… Последних промыли так… Что мы считаем… Кто-то из нас… Ну… Из общества… В обществе… Что это… Сразу… Мы начинаем говорить… Все то… Не то что мы… Говорим… По нашему знанию… А говорим… По нашему абсолютному… Беззнанию… И вере… А всего лишь… Ссылаясь… На то… Подсознательное… На что… Мы… Уже 30 лет… Смотрим… С экрана телевизора… Как… Дядечек… Который… На нас… Смотрит… Свою очередь… Таких… Таких… Как… Свою очередь… Таких… Как… Свою очередь… Таких… Не будет место… На земле… Вот… Этого они боятся… Поэтому они это и возводят… И не потому что они такие хорошие… Аниверзарцы… Которые ненавидят нас… С вами… Мы это прекрасно видим… Как на примере… Последних лет… Лицо… Каждое свое… Показал… Такие… Макаревич… И прочее… Я никогда не боюсь ни о чем говорить… Потому что… Ну… Если враг народ… Так враг… Потому что… Явно ненавидящий… Русский народ… Это… Как они говорят… Это страна… С пренебрежением… Это вообще… Я не понимаю… Не буду сейчас говорить… Как… Что мои отношения… Ну… Если вас заинтересует… Скажу… А так… Там… К Путину… Или что-то… Как он терпит всех этих… Цеха Москвы… Кучерявый… Товарищ… Который… Глаза… Говорит… Не боясь… Потому что… Его же не сажают… Везут футузку ночью… Он не боится… Обнаглевший товарищ… И уже… Открыто в глаза… Я вот… Одну интервью… Смотрел… Говорит… Такие вещи… Я просто поражаюсь… Ну… Это так… Ну… Хотя… Вот сейчас мне попался интересный кадр… Значит… Родного долгожителя… Ну… Там… У… Книги… Он очень любит читать книги… Ему за сто лет… Ну… Где-то там… В средней полосе России… По-моему… Снешевых… Неважно… Ему вот почитали… Он приносит даже из библиотеки… Библиотекар… Библиотекар… Местный… Книги домой… Мне вот он радуется… Как я книги люблю… Прочее… Я сделаю этот сюжет… Ну… А про разных долгожительных читателей… Ему книгу Сталина… Про Сталина… Принесли… Он говорит… О… Это… Как хорошо… Вот это я… А… Диктор говорит… Он-то очень уважает… Он-то знает… Он-то знает… Он помнит… Еще… Как Тихон Хреников говорил… Вот… Он 98 лет прожил… Молодец… Вот этот… Караулов… Да… Который его все-таки показал… Забытый уже давно… Это… Великий… Композитор… Тихон Хреников… Который вот… Написал… Помните… Артиллеристы… Сталин дал приказ… Там это… Песни… Ну и многие другие… Свинаркие поступки… Многие… Оперы… И прочее… Вот… И он сказал так… Вы знаете… Мне уж как-то стереть нечего… Что тут я буду говорить… Только как я считаю… На самом деле… Есть ему… Это буквально за год до смерти было… Я вот помню… Он говорит… Сейчас многие… Грязь… Это лет 8 назад был… Здесь… Грязь на то время… На Сталина… И… Я… Скажу вам так… Мы… Как нам говорят… Сейчас вам, вернее… Говорят всем… Не из-под палки писали… Не из-за страха… Те песни великие… Вот эти вот шедевры… А потому что мы так верили… Мы так жили… Мы так видели… И вот… А книга была… Знаете… Какая у нее интересная… Я сразу… Я многие знаю книги… И вот книга была… Великого разведчика… Русского… Карпова… Карпова… Это герой Советского Союза… У него есть все ордина медали… Ну… До его чина… Которые теоретически могут быть… Естественно… Полководческих звезд нет… Но… Все остальное есть… Так вот… Этот человек… Не просто храбрый… Ну… Если его биографию… Или посмотреть видео… Про него можно… В интернете найти… Очень советую… Так вот… Карпов… Отсидел по пятьдесят восьмой статье… И уж… Он-то имеет право… Что-то сказать… Но этот человек… Действительно… Человек с большой буквы… И… Человек… Честный порядок… Что я сказал… Правильно… Потому что я… Своими вот этими… Погаными анекдотами… Дурак молодой… В то время… Когда… Каждое слово… Страна в таком положении… Там… Голыми руками там… Могут взять… Страну отстраивать… А все как один… Это время… И оцениваем… Сейчас… Смелость… Или на диване с чашечкой чая… Или с чем-нибудь… Там… Под хорошую музыку… И прекрасные картинки… Значит… То время… И… Ту пору… Что была тогда… И так сказать… В каком положении была наша страна… И так далее… И поэтому… Вот он… Это… Человек… Который… Прошел через штрафбаты… Один из трехсот… Один из трехсот… И даже этот человек сказал… Мне уже потом из НКВТ… Подошел человек… Сказал… Ну… Из… Аграрда отряда… Говорит… Ну иди… Куда… В туалет там… Порежься… Мы тебя… Потому что уже даже они видеть не могли… Ну как это… А вот… А он говорит… Мне такой голод даже прийти не могло… Вот как мы были воспитаны… А с чего… Вот давайте посмотрим… Они были так воспитаны… Эти люди… Эти великие поколения… А с того… Наверное… Что их так воспитывали… А кто их воспитывал… Общество… Власть… Общий… Настрой этот был дан… Атмосфера… Вот эта… Действительно настоящего братства… Так сказать… Друг за друг горой… Патриотизма… Так что… Вот… А… Все остальное… Ну я просто очень много на эту тему знаю… И я мог бы… Рассказать… Правда… Все эти наложивые… Вот эти якобы аргументы… Я мог бы в пух и прах разбить очень легко… Так… Ну хорошо… Нет… Прошу прощения… Вообще-то вопрос был не про это… Понимаю… Понимаю… А про то, что я очень переживаю за вегетарианство… Верность… Вы знаете… Я… Я в целом… Я… Я с вами отчасти согласен… Я бы, знаете… Как сказал тогда… Что если… Почему… Человек, например… Который представляет… Ну как лицо… А там… Много людей… Кто в этой теме… Сыроедение… Вполне… Имеет траву… И может высказывать любые… Свои мнения… Должно быть… Если уж тогда… По существу аргументировано… И тогда… Другие люди… Которые хотели бы… Грязью залить… Так сказать… Тему… Не смогли бы просто здесь сделать… В этой… Конкретно… Суждении этого человека… А так… Ну что ж… Если человек не способен на это… Пусть… Я считаю… И согласен с вами… Пусть он тогда занимается… Своей прямой задачей… Тем… Что он умеет хорошо… Объясняет… Аргументирован… Доносит до людей… Правду… И… Разбивает контраргументы тех… Кто… Веря в свою любимую сосиску… Пытается затащить… В это же… Так сказать… Волота вчерашнее… Вот… Из нынешних… Других людей… Ну… Так сказать… Вот… Так что… Я просто про толерантность… Вот это меня… Представьте себе… Например… Какое-нибудь лицо… Марки… Шанель… Которая… Ведет себя по строгому рекламенту… И вдруг выходит… В интернет… И говорит… Там… Все… На этом… Шанель заканчивается… Ну что ж… Я в этом плане не боюсь… А… Вот… Сказать… То, что я считаю нужным… А почему я должен молчать… Если… Соборевшие… Считаю… Чуть ли… Себя… Не то… Что… Нормальными… А нормальней… Тех… Кто не является… Соловыми… Извращенцами… И… Всячески… Как только… Могут… Нагло… Цинично… И похабно… Доносят… Это… Тех… Пытаясь… Так сказать… Бороться с тем… Чтобы каждый из нас… Нормальных людей… Считал их… Тоже нормальными… Я не собираюсь позволять им это делать… Потому что… Мне дороги… И мои дети… И будущее страны… И… Если ты извращенец… Я говорю в глаза… Что извращенец… И если… Я не против… Я не собираюсь бить… Убивать… Или что-то… Я хочу… Есть они такие… Пожалуйста… Сиди все спокойно… Хаддитов… Занимайся чем хочешь… Чтобы мы… Другие люди… Вокруг не видели этого… А они же хотят что… Как в поганой… Стухшей Европе… Сделать… Чтобы… Мы все смотрели… На эти кей-парады… Где они там… Трясут причиндалами… Перед всеми ходят… И что… Нам на это смотреть… Нет… Я не буду на это нормально смотреть… Нет… Так что вот… Это моя гражданская позиция… И я… Если они меня… Вот… Глупость у них будет… Достаточно будет… Чтобы на это мое… Вот увидят они… И насчет этого… Чуть вякнут… То я тогда… Такое сделаю… И скажу… Ну то есть словом… Так сказать… И так далее… Что они пожалеют о том… Что они вязались со мной… В этом плане… Так что вот так… Спасибо… Да… Так… Ага… Записочка… Давайте… Записочка… Ну… Есть такое мнение… Пишет… Что вот… Если… Если хочешь… Завоевать страну… Завези чужой продукт… Ну… Ваше мнение… Вот тут… Под продуктом… Многое что можно принимать… Если мы говорим… Прямо… Прямо… Что продукт питания… Ну… Если вот только завозить чужие продукты питания… Однозначно… Нет… Ну… Есть же… Даже процентные отношения… Среди вот… Тех… Кто просчитывает… Безопасность страны… Что… Продуктовая безопасность… То есть… Если мы… Более чем на 15-20%… Возим импортные товары… И… Внутри… Продаем… Да… Рынок живет… Импортных товаров… Более чем на 15-20%… То… Страна… Зависима… У нас… Да… В 90-е годы… Вообще доходила чуть ли не на 70%… Конечно… Я согласен… Это так и есть… Если мы говорим о продуктах других духовного характера… То что ж… Так и нашу страну взяли голыми руками… По Гавровскому проекту… Вот это… Директиве Алина Далес… 20 мдрополин… По отношению США к СССР… Которую в 47-м уже приняли… Но разрабатывали еще в 45-м… Когда война шла… Там и было сказано… Как наша страна будет уничтожена… Как они хотели уничтожить… Поработить… Уже понимали… Что горячей войной… То есть вот эта огнестрельная… Ядерное оружие… Кстати, благодаря тому же… И товарищу Ставин из Берии… У нас есть… И мы же с вами… Из-за этого… Ну и конечно ученым… И так далее… Тут главный руководящий… Не забывайте… Роль… Так вот… И… Они не смогут… И значит надо растлить… Как? Через алкоголь, табак… И другие наркотики… Будут изменены… Нравственные ориентиры… Вот то как раз… Вот эти товарищи… Сами не понимая того… Они же убогие… Мозгами… Хотя некоторые из них… Хорошие специалисты… Я говорю из Голубых… Есть хорошие специалисты… В разных областях… Разумеется… Но они этого… К сожалению… Скорее всего… Не понимают… В большинстве о своем… По крайней мере… Что… Они являются оружием… Другие группы людей… В руках этих сил… Которые… По этой директиве… Прекрасно… Давно уже… Работают… Если Первая мировая война… Была с целью… Уничтожить… Мировые… Державы… Имперского типа… Династии… Прерывать… Другие скрепы… Народа… С властью… Так сказать… Столетиями… Передающиеся… Да… Вот эти скрепы… Ну да… Православие… Это все… Там… Причислились сюда… В какой-то мере… То… Вторая мировая война… Была… Конечно… Странить две… Поднимающиеся… Державы… Германию… Россию… И… И… Ну… Нет… Деньги тут всегда вторичные… То есть… На этом… Конечно… Любой войне… Эти силы… Транснациональные корпорации… Мировые банкиры… Производство крупных… Зарабатывают… Колоссальные деньги… Но деньги всегда вторичные… Главное… Управление… Власть… Власть… Так сказать… Ход событий мировой… Вот… Ну… А теперь… Теперь другая задача… И вот поэтому… Информационно нас добили… В 90-м годах… То есть… В 80-й был пик… Конечно… Хотя началось… Все думают… Когда… Говорят… Что ж тогда страна советская… Такая мощная распалась… Ну… Я не знаю… Такие вещи… Либо идиоты… Либо враги… Потому что… Да… Конечно… За 90-е не рослили… Вернее… За 80-е… Это происходило… С Хрущевых… Когда… Отменили… Указ… О запрете… Контроля спецслужб… Высшему партапарату… А если ты… Высший… Так сказать… Чиновник государства… Но при этом… Мерзавец… И… Так сказать… Тогда… Дай тебе волю… И ты продашь все… Что угодно… Как и было сделано… Троцкист… Хрущев… Это и сделал… Поэтому… Китайцы… Правильно… Отвернулись… Когда они… Поняли… Что это за человек… И почему он идет в страну… Нам не по пути… И сказали… Та же Албания… И так далее… Ну что там говорить… Он перессорил многих… Конечно… Мощь… Уже… Вот социализма… Как идея гуманная… Она стала дискредитироваться на Западе… И кстати… Вы думаете… Вот этот средний класс на Западе… В Европе и в Америке… Потому… Существует… Вернее… Существовал… Сейчас он уже… Меньше… Меньше… Скоро не будет… Потому что… Это естественный… Такой… Цикл… Или движение… Разбития общества… Или капиталистической экономики… Нет… Это вред… Им… Капиталистам… Нужно было дать… Показать… Показать… Людям… Миру… В первую очередь… Советского Союза… И другим соц. странам… Что… Вот посмотрите… Растлить… Показать… Вот как может человек… Хорошо… Прекрасно жить… Какие блага у него есть… То есть… Они дали… Часть своих богатств… Не в карман положили… А дали возможность существовать… В этой прослойке… Среднем классе… И показывать… Вот… К чему стремитесь… А вы тут сидите… У вас… Так сказать… Зарплата маленькая… Правда… Там… Люди… Кто… Ума небольшого… Не понимали… Что… Квартира бесплатная… Медицина… Действительно… Это… Порножурналы… И прочее… И прочее… Дальше… Только… Как говорится… Одна… Как в том фильме… Голова… Эта змея… Укусит… Так… Дальше… 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 У меня… У меня просто потерялись… Мои фотографии… Когда он ко мне приезжал… А то скажут… А вот… Вы только говорите… Откуда… Нет… Ну… Я… Знаю… Где… На каком-то жестком диске там… И мы… Сделаем… Был я вот в этом летом… В Петербурге… И мы были на могиле Углов… Заезжали… Так сказать… А… Очень много… Кстати… Сквер открылся его… Имени… Вот… И так далее… Интересный… Конечно… Уникальный был человек… Вот действительно… Какие люди… Были творцами… Что они сделали… Для нашей страны… Это вот… Были поколения… Вы знаете… Даже… Сейчас… Это как… Марк города… А тогда… Первый секретарь горкома… Это Углов… Описывал в своей книге… Одной… Представьте… Да… Самый главный человек в городе… Он приехал… Это было в 50-е годы… Когда вот… Клинику… Вот эту самую крупную в Европе… Лучшую… Пульмологический центр… По болезням легких… Строили… В Ленинграде… И Углов был директором… Этого института… Вот… И туда приезжали… С десятков стран мира… Ведущие профессора… Академики… Чтобы учиться… Вот… В том числе тем… Которые… Углов ввел в медицину мировую… Молодающийся человек… Но не только… Кстати… Хирург… Да… А и писатель… Прекрасный… И… Конечно… Гениальный человек… Как говорит… Вацин… Гениальный… Ну… По крайней… Во многом… Это правда… И вот… Углов… Открыл… Открыл… Как бы… Углов… Открыл… Как бы… Перестав употреблять алкоголь… Вот… Перестав… Ставь… Начинают думать… Да… Ведь алкоголь – это то, что не дает человеку думать… Потому что это разрушает мозг… Как… Большой… 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 Сам… Большой… Он говорит… С success у вас… Большой… Англия… И… Для других… demek… И… Именно то, что ты хоть грамм потребляешь. Потому что если ты в луже валяешься, то ты хороший пример для детей. Ребенок не захочет быть похожим на вот это существо, которое вообще все достоинство человеческое потеряло, и уже спилось, опустилось ниже животного уровня. А ведь мама-пама пьет, например, на празднике, на дне рождения, не напивается, может друг друга не бьют, а веселье. И ребенок как бы ассоциацию эту больную, испорченную, неестественную получает, а якобы естественности в мире, в жизни, наличие вот этой проклятой бутылки на столе, да еще и радость от нее. Вот как хорошо. Он принимает это сознательно, он уже настраивается на употребление, когда он вырастет, когда ему позволит. А тем более запретный плод сладок. А если нормальная семья, разумная, которая это понимает и объясняет, что и это в жизни для нормального человека, дочка, там, сынок вообще нет. Это то, что тебя уничтожит у нее. То, что вот мой, моей жены брат родной, у него двое детей были, Леня-то, парень такой, вот он, приезжали сейчас, они в день рождения были ко мне, вот под Зеленоград, к нам, в дом, в хозяйство. И рассказывает мама его, да, что боится, видели где-то вот гуляли, валяется там в луже, там еще там орут, там ни один раз, ни два видели. И он прямо аж боится, я так боюсь таким стать, я так боюсь таким стать. Я говорю, слушай, как хорошо, подводи сюда ко мне, я сейчас объясню, и он успокоится, что он не говорит. Я говорю, Леня, слушай, ты боишься? Он говорит, да. Я говорю, ты правильно боишься. Хочешь, и вот теперь больше не бойся. Выслушай, что я тебе скажу, и никогда не бойся. То есть, у тебя есть стопроцентная гарантия, что ты таким не вырастишь и не сопьешься. Сто процентов, если ты только одно условие выполнишь, что ты никогда в жизни своей, даже грамм в рот, не возьмешь ни вина, ни шампанса, ни какой прочей отравы. Потому что, если ты ни грамм не возьмешь в рот никогда в своей жизни, то это только единственная, ну стопроцентная возможность, шанс, что ты никогда не сопьешься. Иной возможности стопроцентной нет. Но теперь, поскольку ты знаешь, что это все так просто, и у тебя нет еще зависимости от этого, потому что ты этого не пробовал, так и не пробуй этой мерзости никогда. Миллионы людей такие же, как ты, хорошие детишки растут, а потом превращаются вот в это опустившееся существо, которое животом я назвать не могу. Понял? Конечно, все, и легче стало, и все, и все. Вот все. Нужно воспитание правильное, а тем более, ну, на своем личном. Абезапия. Если мам, папа говорит, что это нельзя, сами пьют, так это бесполезно. Это бесполезно, это бесполезно, это обман, а ребенок очень тонко это чувствует. Как же так, двойные стандарты? Не должно их быть, конечно же, вот, ну, вот это вот такой момент. Ну, так, слово, видите, про алкоголь, как бы... А как вам удалось избежать пробу алкоголя в одном из роликов говорили? Крайне легко, потому что я, ну, потому что я всегда просто глубоко, вот я тоже видел таких людей, и мне было до омерзения противно. И я, как разумный, я не понимаю, почему здесь люди, вы знаете, действительно статистика такова, что если пьют и курят там родители, то ребенок будет на 95% тоже, шанс, что он будет пить и курить, так оно и... Так вот, я, когда видел таких людей, или компании какие-то, вот там к родителям приезжали, или что-то, и вот я видел, а я очень любил, я очень любил с детства, вот с такого возраста, прям, знаете, мне были интересные компании взрослых, а не детей. То есть я был таким человеком достаточно интеллектуальным всегда, и рос, там, задавал тысячи вопросов, и мне были интересные рассуждения, беседы, какие-то серьезные темы. Я вот с такого возраста интересовался, дошкольного даже еще, что неужели человек умирает, и все, как такое может быть? Вот смерть, то есть я прям до вот такого же состояния, как тот Леня, про который я говорил, что ему прям стало и жутко, и страстно, и непонятно, и вот очень важно, чтобы родители правильно нашли в этот момент, что нужно и важное сказать. Но всегда правда, всегда надо говорить только правду, это точно. Никогда не обманывать, и на том уровне, на каком ребенок в данный момент возраста и личности способен воспринимать, нужно обязательно ему найти эти слова, чтобы сказать вот эту правду так, чтобы он понял, и чтобы он был удовлетворен этим ответом. Ну а мне было легко, потому что для меня было до глубины души, это все противно, и я себе просто сказал, что у меня никогда в жизни... А у мамы тогда была такая подруга, ну она сейчас есть, тетя Лена, она говорит, ах, это он сейчас так говорит, мы это знаем, что все будет, и это, и всякие там, как она говорит, и пить, и курить, и всякие девчонки, и прочее, ну я скажу, что буду, но никогда не занимался. То есть вообще никогда, и не до дискотеки я никогда не ходил, а почему ты же никогда в жизни не употреблял алкоголь? И вот это все, вы думаете, это разные вещи нет, это одно и то же. Это неразрывная цепочка. Это вот эти наркотики... Я Платона читал, Сократа, когда в школе было, они, так сказать, я думал, мыслил, я долго и много думал обо всем. Ну и вот, а я никогда, естественно, никаких вот этих вот, ни алкоголя, ни табака, вот и так. Все начинается с малых наркотиков, с того, что ты даешь, не то, что слабим, но глупость совершаешь. А потом эту глупость, когда уже зависишь от нее, начинаешь оправдывать. Вот тут начинается ложь, малость небольшая и так далее, и пошло-поехало. Ну я более того вам скажу, что когда я уже, так сказать, вот, ну, много лет назад уже тоже кофе как-то полюбил, кофе стал пить, чашку, ну две, потом смотрю, три. Я себе сказал, стоп, стоп, что-то надо мной берет вверх, то есть зависимость какая-то появляется от чего-то, все с этой секунды, естественно, мне противно, потому что я человек, который, если привычка или что-то, зависимость давлеет, мне на себя противно становится, что я человек или тряпка. Я сказал, нет, я не тряпка, поэтому с этого момента никогда в жизни я больше грамма кофе не выпью. И с этой секунды, как бы кто ни варил, запахи у меня абсолютно по барабану, потому что я сильный человек, и мне абсолютно, это для меня низко, я пойду, нет. А если человек сильный духом, которого поколение именно вот такого человека воспитывали в тридцатые, сороковые годы, то для него это, ну, такая мелочь, что-то ему смешно даже говорить, вот так вот. Я вообще, кстати, знаете, что еще, я в детстве, я всегда, я смотрел, я очень любил, я посмотрел все советские фильмы, детские, взрослые, я вот, будучи маленьким мальчиком, смотрел все фильмы о войне, а те, это настолько меня в голову, я переживал так, что я и плакал, естественно. То есть, вот, есть такие фильмы, где невозможно, если чистая душа, и вот ты не черствишь душой, то спокойно реагировать, то есть я, знаете, как сильно повлияло, и неправильно сказал Иван, вот этот Павел II, еще тот вот, говорит, прошлый, да, вот этот по-принципу, говорит, что если вы, обращаясь к своей пасовой, хотите, чтобы ваши дети, ну, видишь, что в Европе творится, он переживал, он ответ, если вы хотите, чтобы ваши дети стали хорошими, достойными людьми, показывайте им советские, вот эти, там, сталинские, сороковых, пятьдесятых годов, мультфильмы, лучшие, это, что могло бы, что воспитывает человека настоящего. Так, ну-ка попробую брать у богатых людей, большая библиотека, у бедных, большой, как тут такой, а, большой телевизор, у бедных, большой, когда, по вашему мнению, прекратится безобразие на федеральных каналах, и кто финансирует, вот это вопрос. Нет, я, вопрос правильный, хороший, ну, что ж, большая библиотека, да, хотя я, конечно, скажу, ну, наверное, можно в целом так сказать, хотя, конечно, у, и я знаю, не очень богатых, совсем не богатых людей, у кого тоже очень большая библиотека, я, знаете, даже скажу, что был такой сюжет, то ли, в телевизорах, вроде, в сети я это видел, что живет где-то там в глубинке какой-то человек, а у него пластинок музыкальных, и вся классика, и вот прям до семидесятых, и вот, и бах, и шапан, и все, что хотите, причем он тратил там огромную часть своей зарплаты, а простой там механизатор или кто-то, вы знаете, как приятный, то есть есть и такие люди, а его многие не понимали, вроде, так сказать, ну, понятно, сельчане, какие у них у многих, как повелось, радости в жизни, что за чудак, если не такой, как мы, не с нами, так сказать, вот, но тем не менее, но в целом, что ж, телевизор, да, он заменен, к сожалению, сейчас, это как в этом, в том пророческом мультфильме Трои с Пастроквашиной, вот, песня, телевизор нам природу заменил, да, телевизор нам ужасно, да, телевизор, а какие слова, как в одном тоже фильме, известном, кинзат-за, что каша какая, пластиковая, да, ну, давайте, а что делать, вот, скоро будет, ну, она уже практически едопластиковая, а телевизор стоит у всех огромный, оттуда рука в мозг тянется, можно такую картинку представить, запихивает туда килобайты, ну, все правильно, естественно, это безобразие, я боюсь, не прекратится, пока кардинально, ах, либо не поменяется власть, либо у этой власти не возникнет понимания, что если, ну, только если ей будет такая угроза, при которой ее личные интересы с интересами народными совпадут, из-за большой какой-то угрозы, потерять все и жизнь даже где-то, если даже за границу улететь, да, ну, хотя это уже сейчас не так актуально, понятно, там все зажали для многих, но не для всех, но и тем не менее, к сожалению, на всех вертикалях власти сейчас произошел естественный отбор, противоположный там неестественному отбору, ну, или неестественному, но отбору, который был в 30-40-е годы. Если тогда люди, вот как я не договорил, когда приехал вот этот глава города, Федор Григорьевич, говорит, Федор Григорьевич, я сейчас еду в Москву, что-то надо для клиники пробить, там прочее, он же в десятки таких мест тоже ездит, вот это люди, вот такие люди, фронтовики, вот те самые люди, без коры, ушли по большей части, а сейчас наверху те, кто делят, делят, пилят и так далее. И боюсь, что Дальний Восток готовит для китайцев, это судя видно, потому что я сейчас знаю просто людей, которые там знают очень высоких людей, чиновников и так далее, и судя по тому, что происходит, думаю, что боюсь, но что судя по всему именно так и происходит, это, конечно, я не знаю, была бы моя воля, я бы, конечно, была бы это, ну, что тут говорить, я бы изменил очень быстро все. Я знаю, что при нынешней ситуации экономической, это не 30-е годы, когда себя страна руина, в начале 30-х еще лежала, да, и я бы за два года бы изменил максимум все, чтобы действительно народ поверил в свои силы и увидел, что реально что-то можно сделать, да, это что об этом говорить. Вот поэтому, значит, кто финансирует, ну, а кто Гитлера финансировал? Кто вообще все это везде, во всех местах финансирует? Международный, мировой капитал, Ротшиды, Граффеллеры, Эпплигеймеры и всякие, так сказать, Морганы и прочие товарищи, которые уже с начала прошлого века устраивают все возможные революции, устраивают, скажем, крах каких-то национальных маленьких и средних банков и прикарманивают все себе производство. Вот, об этом очень хорошо Генри Форд даже писал еще сто лет почти назад. Вы можете почитать Генри Форда, моя книга, вот книга называется «Моя жизнь, мое дело». Очень интересная книга, где, в общем-то, тоже... Или вот Сергей Кармурзу, значит, я забыл, как, правда, называется эта книга, его из двух частей такая вот. Ну, вот как раз про... он описывает, оттуда многие растут, скажем, ну, поймете сразу, если найдете Сергей Кармурза, и вот, собственно, я просто название книги забыл. Я очень советую еще прочесть одну книгу, которую издали фобовцы, это Генри Форд и Иосиф Сталин «Как жить по-человечески». А почему объединили двух таких людей, казалось бы? Потому что оба человека создали один в своем масштабе, а другой в своем масштабе альтернативную концепцию той мировой концепции нынешней, с помощью которой и благодаря которой и по ней идет управление всем миром, всеми странами мира, всеми, так сказать, вот. Поэтому, кто финансирует, а те же люди финансируют, что и Первую мировую, и Вторую мировую войну, и для которых нужно, чтобы вот была вот эта проклятая толерантность ко всему, что разрушает, причем, знаете, у меня и так бесит это слово «толерант», если вы помните, кто-то толерант вообще был, или не в Наполеоне, да? Это же «штрейбрейхер». Толерант – это «штрейбрейхер» и нашим, и Александру, и Наполеону, и «три семьи императоров» подлизывало одно место, а, как он сам писал, «а верен я был только сам себе». Вот какая хитрая сволочь, причем, это же «штрейбрейхер». И нам, говорит, толерантными надо, то есть, какими предателями уданными надо быть, ну да, так они и хотят, сказать, это как, знаете, играют, как же перевирают слова, говорят, демократия, что-то, да я за демократию голову оторву, так сказать, да, я хорошо, а что они там демократией имеют в виду? Типа власть народа, да, ну они так говорят, да, а вообще-то в Греции весь народ назывался Охлос, то есть, значит, надо правильно говорить Охлократию, а почему они говорят демократию? А потому что демократию – это была часть народа, которые являлись рабовладельцами, по демократии – это власть рабовладельцев, все правильно, так оно и есть, да, вот. То есть, они хитрые, они масоны, они знают, как надо что сказать, они посвященные поймут, а лохи, бытвы, как они считают все, не поймут, потому что, так сказать, у них своя каста. Вот, кстати, в Фалафеле тоже секта, ну, у меня, да, я же учу уже, конечно, да. Да? Интересно Ваше мнение касательно агюбеда, гомеопатии и возможно ли на серове единия сменить генетику? Ага, вот так, по порядку. Значит, с гомеопатией прекрасно отношусь, потому что она работает. Ну, потому что она работает. Значит, я теоретически тоже могу объяснить, зачем смысл, да, потому что она работает – хорошая вещь. Совмещать гомеопатию с, например, там, грибными и лечебными препаратами, естественно, с питанием, с диетами, великолепно можно сочетаться. Айуведа – та часть вед, которая объясняет, как бы, о гармоничном, так сказать, как бы образе жизни, о здоровье, о лечении. Ну, что я тут скажу? Я почти уверен в том, что она, как и многие старые книги, переписанные много раз, донесла до нас не совсем так, и не совсем ту, и не в полном объеме информацию, и у рыбочной, и так далее. Значит, я знаю лично людей, которые глубоко изучают веды, в том числе вот индийские веды, которые, кстати, мне вот об этом говорили, я не скажу сейчас дословно, и где, откуда они взяли это, но где в индийских даже ведах четко описывается вот эта вот глупость насчет веры некоторых вот тех, кто занимается любить йогу или, так сказать, индийские вот эти веды, о том, что якобы молоко – это благость, это, так сказать, пища боков и прочее. Так вот там было сказано, что это все не так. Но это, так сказать, специалистам отдадим на… Мне совершенно не важно, что там сказано на эту тему, потому что если что-то написано где-то противоречит здравому смыслу и законам природы, то я лучше из своей жизни уберу не здравые смыслы, законы природы, а то, что где-то что-то написано. Более, что переписать, написать, там можно много раз, как в Библии переписывали много раз, он стерлигов ищет свою интерпретацию или там первоисточник типа шестнадцатого века, так сказать, вот, хотя почему-то… А почему не тринадцатого или двенадцатого? Потому что найти не может, так бы нашел. Ну хорошо, он найдет, он что-то в тринадцатом когда-нибудь найдут, или там одиннадцатого века, и он увидит, что не состыкуется, и ах, крах, так сказать, и так далее. Ну нет, ладно, стерлигов интересный, конечно, человек, я все вот обещаю, обещаю долгое время, но надо сделать такое видео, где я расскажу, потому что я много, ну, несколько лет его знал, да, как бы общаюсь с близко, и вот, и как бы вот, так сказать, даже детей его катали на большом вездеходе, таком шестиколеском на триколе, так сказать, в Локоландском районе ездили. Ну, ладно, кстати, хлеб вот как раз, ну, как бы мы ему научили печь, но он, правда, не научился печь по той технологии, то есть, что мы давали с закваской своей, а Сталин на хмелю по-другому, ну, полтора года вот пытались, не получил, то он решил, он сделал в качестве такого бизнеса, а даже не бизнеса, а главной такой своей идеологической, вот, так сказать, вот программой, что называется, так что есть определенные свои такие постулаты, на основе которых он строит свои вот лозунги, так сказать, новое что-то в мир бросает, такой громкое, чтобы его везде показывали, ну, 5, конечно, да, это понятно, вот, но, тем не менее, это интересно, я расскажу, вот, то есть, все вот эти вот нюансы на меня, вот я их знаю, поэтому. Так, значит, ну вот, вроде как я, да, это ответил, и вам про А, да, я после Айрведу ответил, а что еще не ответил? Да, я насчет Айрведы, кстати, ну, если уж закончить про эту тему совсем, то, ну, там очень много есть правильного и понятно, когда это не противоречит закону природы и здравого смысла. Что касается, изменить ли генетику, что тогда говорим мы под генетикой? То есть, геном человека, геном – это совокупность генов данного организма, и говорят, что в генах, ну, если считать, что в генах, что правы те, кто говорят, ученые, что в генах, как бы прописана вся вот эта программа данного организма, и вот что, если уже родился человек, дан этот геном, ну, то есть, совокупность генов и уже программа дана, что ничего тут не сделать, ну, разве что как-то подкорректировать. Это для материалистов, таких, знаете, атеистов, наверное, будет звучать, что да, не может. Но, поскольку я это точно знаю, я уверен в этом, точно знаю, что в основе все-таки первой основы есть все-таки мысль и слово, то есть, информация первична, а не материальная вот эта вот генетика и все остальное, что за ней идет, а информация, коли, ну, мы не говорим сейчас о какой-то религии, но я просто для примера понимания правил, как бы такого более простого скажу, что если мы все-таки люди сотворены, а не, то есть, мы творцы, действительно, дети Божьи, как хотите, то есть, мы, то есть, первоначально, по образу и подобию, то есть, мы не, скажем, первична именно информация. Если информация первична, то материальная всегда вторична. И тогда понятно, почему там уже Галяеву, например, академику, получается менять то, что как бы считается уже генетически невозможно. Ну, например, как вот его известные опыты в канале, он делал их там, даже просили его повторить, он там в Канаде повторил с более сложным, даже я бы сказал, сложными опытами, когда одним химическим веществом разрушали поджелудочную железу крыс определенной группы, вторая контрольная группа была, ну, в общем, две группы, много раз повторяли эти опыты, что разрушали, вот они должны умереть, ну, завтра, но сегодня еще живы, но вот уже печень подразрушена серьезно. Берут со здоровой плечени маленького крысенка информацию, лазером специально считывают, голограмму, матрицу, то есть информацию, это возможно. Значит, не передают, но уже на расстоянии, сантиметр, метр, два, вплоть до нескольких километров, как-то он это сделал, и во всех случаях 100% вся группа выжила, и клетки регенерировались. То есть, известны случаи, когда органы начинают то, что считается невозможно регенерировать. Поэтому я скажу, я считаю возможным. Конечно, есть вещи очень серьезные, такие как телегония, если мы говорим вообще о генетике, об этом, которые, конечно, действительно, как наказание, ну, за извращение природы и морали, и действительно, как наказание идет потом человеку, и это, в принципе, наверное, правильно и справедливо, и это даже возможно, но это нужна огромная сила, дальнейшая, то есть, ну, как бы объяснить, это все очень сложно. Вообще, такое действительно, вот, любовь, например, да, это сильнейшее, конечно, чувство, если понимать, это не чувство даже, это глубже, вот, любовь вообще-то аббревиатура, люди богов ведают. Вот, если это понимать, что это такое, то, да, это, конечно, то чудо, что можно это как бы сотворить, изменить все, что угодно. Я считаю, что возможно генетику изменить не во всех может случаях, не всегда, и тут очень сильная вера нужна в человека, помимо правильных его действий, максимально правильных в данный момент времени, в зависимости от того, что у человека за беда, проблема, подобрать эту методику лечения, так сказать, образ жизни, все, да, это и есть комплексный системный подход, то есть, когда не точечное воздействие, и на иммунитет воздействия, на обменные процессы, когда мы питаем весь организм микроэлементами, всеми недостающими веществами, которые только теоретически могут быть нужны, и может быть их не хватает, а мы не знаем, и все мы никогда не исследуем, и вот мы лишаем дефицит организма этого всего, при этом правильное точечное воздействие лечебное, специальные там препараты, и вот все это вместе, плюс позитивный настрой, глубокая вера в правоту, своих действий, вот все вместе дает огромную силу. Бывало, что, конечно, случалось то, что люди называют чудом, да. Так что я считаю, что в целом, да, да, это можно. Так, да? А наши ряды сохранились, почему-то мы всегда обращаемся? Ну вот, потому мы обращаемся, что, знаете, что же говорить, если в 30-е годы уже были уничтожены фактически все книги о сыроедении, коих до 30-х, хотя и более до революции, было гигантское количество, и многим я вот скажу, что Герцен, например, тот же был сыроедом, так когда его отправили в Семирь, он там ссылку выращивал овощи, питался в основном даже овощами, в общем, сырыми, и это известно, или там, например, что у Репина, да, по-моему, Репина, да, значит, он был веганом, а жена его сыроедкой, она даже читала лекции у академика Бехтери, он давал, но это ничего же не помним. Это было настолько, то есть, пройдет какое-то время, ну, прошло вот время, столетие, тут вот десятилетия мы ничего не знаем, а столетия прошли, и мы уже не знаем, что было. Да, конечно, было, и Родина, ну, слушайте, если индийцы сами говорят, и брахманы, вот эти высших стали посвящений, все знают, что вся вот эти, оттуда пришли белые боги, которые дали все эти знания, вот с приполярных широт, и, то есть, с Арктиды, ну, естественно, все трудно, и надо даже что тут говорить, вот, например, реки, города, конечно, все давно переименованы, приходит одна власть, другая переименовывает, Романова вообще куча всего изменили, ну, так сказать, в угоду своих, так сказать, династий, и не только своих, а вот, например, вот маленькие, вот мы можем судить очень по многим вещам, о том, как был на самом деле язык русский наш, кстати, в чистоте своей, он несет слова сложно сочиненные, которые являются аббревиатурными, слова, которые дают нам понимание процессов, явлений, ну, о чем пытается говорить Задорнов, правильно, совершенно, ну, там это все глубже, конечно, вот, но вот представьте, что у, например, у Аки, река Ака, есть там 30, ну, чуть больше притоков, и вот в книгах и эпосах индийских, там, и Хабкарат, и прочее, в общем, есть рассказывать, когда откуда-то там пришло, пришли, называются реки, там вот это вот ра, то, что Волга, так сказать, ну, понятно, там и так, и вот про Аку, который тоже Волгу впадает, вот Ака 30 лет, никто не догадался их переименовать, так они все 30 называются, как были, он Лама, прочее, прочее, как вот тысячи лет назад в индийских сказано, то есть, о чем мы говорим, что географическая привязка их, в данном контексте, о чем мы говорим, идет точно, ну, короче говоря, что же говорить, вот Жарникова такая была, умерла, к сожалению, выдающийся исследователь, этнограф там, северорусского, и я посоветую посмотреть все, что найдете, а Жарникова, вот она очень подробно обо всем этом рассказывает, и, вы знаете, многое было в костюмах, в узорах, эпосы, ну, что ж, конечно, книжные прошли, как говорится, как мамай, много раз, много раз в последние столетия уничтожались книги, труды, записи, я слышал несколько раз о том, что находили уникальные письмена, и они исчезали в ухранах, там бесследно, ну, меняется ситуация, вот, например, ну, ну, как вам сказать, ну, вот, например, Марва Арбини, я советую почитать, 1600, какого же, 1608, что ли, года или 4-го, эта книга была издана в Италии, это архиепископ итальянский, один понят, что католик, и уж точно не друг России, однако честный ученый при этом он был, и он в этой книге, соисториографии славянских племен, приводит, пример, приводит в оглавление более, ссылки более чем на 300 ученых того времени, 300, да, более чем, а где там, например, говорится, что, например, Европа по-русски говорила в то время, и так далее, то есть вот, ну, то, что вспомните, Парусия, Пруссия, да, и так далее, и вот это все не созвучие, случайные совпадения, это все так же, как Палестан, Палестина, Паленый Стан, а был еще Пакистан, Пакистан, знаете, русское старое слово, такое, которое показывает чрезмерность явления, вот, поэтому Пакистан, он был умеренный, холодный, в отличие от того, что вокруг жаркий клиник, ну, и так далее, и так далее, то есть было 16 Станов, известных, в которых ведах сказано, и как раз Стан, это до сих пор осталось производное, слово Стан русского, остановка, например, там, Стан, Становище Стан, это был казачьих на южных рубежах России, укрепление, так сказать, кордоном, некий, то есть русский язык дает нам, дает нам узоры, которые сейчас изымают из, то есть вот был в Смоленске музее, мы были еще женой узора русского костюма, там она зашла с экскурсоводами, этими хранителями, а сейчас там даже его нет, но многие музеи такие закрываются, недаром Гитлер, когда Россию завоевал, первым делом уничтожали, закрывали, и вывозили все, именно в краеведческий музей, да, вот, и вот, мы там про Шаровару слово разговаривали, что, ну, это та, как нам говорят, это вот оттуда пришло сази, а я им объяснил, вот, некоторые моменты, говорю, а вам не приходит в голову, что это вторично они могли прийти, вторично прийти просто, слушайте, а ведь, да, у насамоваться, да, потому что корни-то русские, не бывает чудес, это язык, это русский язык, это очень уникальный язык, образный, понятийный, язык причинно-следственной связи, ну, вот я привожу часто, примерно, печка, печка, к, на санскрите душа, поэтому друг закадычный, да, мы раньше говорили, закадычный друг, самый задушевный, печка, печь, печь, гречь, что душ, душегрейка, тут холодно, когда ледяки пошли, климат изменился, надо было в жилище, в печи ставить, на ней не жарили сначала, не варили, и так далее, нужны ли прививки? Вот, тоже, тоже, знаете, если нет, вот прямо страшной, повальной угрозы, какой-то эпидемии, когда на чашу весов становится выбор, что если не сделать, то огромный шанс, что действительно, вот это заболевание какое-то, принедет к тому, что в лучшем случае будет инвалидность, а то это тогда стоит. Например, против пищи, не подойдет. Нет, она долго не действует, и я считаю, если вы, конечно, едете в район, где действительно, эта эпидемия, и опасность заражения высока, и вы боитесь очень сильно, стоит, может быть, и сделать, не маленькому только ребенку, тем более, не грудному, а у кого уже крепкий иммунитет относительно. При этом, я советую, особенно подготовиться к таким прививкам и укрепить иммунитет, там, закаляться, обливаться, так сказать, есть много зеленых соков свежевыжатых, там, сок проростной пшеницы, спирулины, и прочее, чтобы укрепить иммунитет, ну, а потом, можно и сделать. Но вот, что касается повального, особенно детям, грудным, которые только родился, ему сразу вкалывают, эти малые болезни, штаммы вводят, десятки, ну, или там, по крайней, пять-шесть, это преступление, и тут есть очень хороший, в этом плане, специалист, профессор, это профессор, чербонская, такая, которую вы можете в интернете набрать, она иммунолог, это не какой-то педиатр, врач, который ничего не знает, а это тот специалист, который учит неразумных врачей, собирая их вот так же в зал, и учит, объясняет, чтобы они хоть поняли, что они творят. Вот это ни в коем случае, такие прививки огульно, тем более, с тем предательским отношением, как сейчас на нас, эти эксперименты корпорации ставят, наши эти чинуши, здравоохранения и прочие, так сказать, спокойно разрешают эти прививки, еще не проверенные, ну, конечно, Бог говорит, что это все, может быть, как же не изменилось, что-то за там пару лет, ну, да что изменилось, все равно эти прививки бездумно делают, а, кстати, раньше врачи, многие, она и говорила, наши коллеги, те, кто профессора академики умные, кто в теме, они своим детям не делали прививки, они там всячески по-хитрому писали справки, что есть противопоказания, и не делали. Так, как объяснить тягу молодых людей к криминальной субкультуре, то есть тяга к татуировке, а, ну да, изначально татуировки, я бы сказал, что это не совсем так, сейчас я объясню, изначально татуировки, ой, ну, мы не будем отдаваться совсем, ну, действительно, была атрибутика тюремная такая, и как бы, у нас 90-е особенно, это повальный радио шансон, тут оно и сейчас есть, ну, я имею в виду вообще и телевидение, чуть там клипы постоянно, то есть вот это, романтизировали, вот этот вот уголовный образ жизни, ну, страну-то надо разрушать, и, соответственно, тут все подойдет, каждый пусть найдет, у нас же демократия, выбор есть, давайте дадим выбор, кто хочет стать наркоманом, давайте покажем, как это все хорошо, ничего страшного, если что, вот доктор Маршак, давайте дадим алкогму, алкоголь, это вот на каждом шагу, хотите татуировки, хотите проституткой, пожалуйста, это сейчас выгодно, модно и даже дорого, вон образы, так сказать, ходят, и посмотри на улицу, сплошные проститутки, и ходят, не только модно, журналы модные, они же все на модные журналы ориентируются, ну, а как выглядят, как блядь выглядят, ну, давайте, пусть будут людьми, и будем радоваться, что это, так сказать, такой, как сказать, вы ничего не понимаете, это, это, так сказать, как, это раскрепощение, а может быть, развязность и бесстыдство, может, по-русски это назовем, и так далее, так что вот так, вот они, ну, а сейчас татуировки, у молодежи тут другое, у них же есть частые, кстати, есть, которые вообще об этом уголовном, ни о чем не думают, а просто вот, потому что, знаете, как вот, например, рэп-убители, у них слоя там это, они просто вот астрагировались, они у них по другой причине, то есть вот это вот обезьянь и повадки, вот это все, я вообще не понимаю, это, ну ладно, негры там, да, я понимаю там, пусть они там прыгают, и с татуировками, йо-йо, там вот это, но эти, когда там, русские, там кто-то, ну это меня, конечно, я не понимаю, что касается татуировок, есть еще другие группы людей, которые татуировки все ставят, всякие такие, показать, мозгов нет, и надо показать, что, так сказать, ты чем-то, свою индивидуальность, ну, то есть, я не знаю, лучше, так сказать, прочти уж какое-то количество книг, что-то напиши, попытайся в чем-то себя найти, в человеческом, но не в этом, так сказать, на себе печать ставить, ну, в общем, это, конечно, бред, я представляю, вырастет и бабушка, и такой будет со всей этой глядости, что она, наверное, наклепала, ну, так там по мозге хоть станут, наверное, но некоторые даже, которые не хотят об этом думать, а я не хочу доживать, вот, так сказать, там, я, молодой, так, ладно, правда ли, так, правда ли, а, что меряют реки, и уходит вода, слушайте, ну, да, вот тут как раз это то, в том числе, что я хотел рассказать, когда я буду говорить, вот, о стеркви, потому что, мне кажется, основная фишка, это в том, что, вот, мол, в чем началось, я еще помню, когда он, это, вот так вот, не по телевизору, не в блогах, там, нигде ничего не говорил, и это было много лет назад, он ко мне как-то приехал, по одному делу, и, об этом впервые сказал, ну, так скажем, ну, может, кому-то еще, но мне, я ему объяснил тогда, в чем тут дело, что дело не в том, что уходит по тому, что качают нефть, газ, и так далее, а причина здесь другая, он, а, да, занимался, но потом его прорвало, и может, нужно искать какие-то такие, яркие образы, на которых он будет всю политику свою делать, вот, и что касается воды, да, есть такая проблема, почему вода уходит, ну, я вам скажу, что проблема эта, не новая, есть еще такой вот Кюси, такой французский писатель, там, он, у него книга есть, «Николаевская Россия», имеется в виду, не Николая Второго, а Первого, то есть он был в России, посещал ее в 1830-х, 40-х годах, и, вот он тогда-то в своей книге, много о чем интересно писал, в том числе, о том, что, остро стоит вопрос, о обмелении рек, у нас в стране, и русский мужик давно об этом говорил, и тогда Петр еще об этом говорил, но дело вот в чем тут обстоит, главная причина обмеления рек, это вырубка лесов, а вырубка лесов была колоссальная, на дрова, а когда фабрики монаструктуры стали строиться 300 лет назад, ну, в нашей стране массово, в Европе, пораньше, то леса сжигали в нещадных количествах, плюс, они не мылись, европейцы практически, китай такие культурные, что нас учат, хотя сами, вон, были ловушки для вшей, даже при дворе, воняли так, ну, так сказать, ну, когда они мылись по 20-30 лет, что изобрели они колонны, кстати, я уж, извините, отступлю, напомните мне потом, а потому что, ну, не могу про любимых европейцев, не про зазорного американца, у меня европейцы, потому что, дело в том, что, вот, знаете, они же учат, получают, и наши дурачки, или либерасты, до мозга и костей, все говорят нам, что, вот, о, это же вы, вы лапотная Россия, это просвещенная Европа, и в этом как раз еще почему-то умный человек, но вот это говорит даже не взоров, сейчас я про него тоже обязательно сниму, потому что, ну, как бы это сказать, да, там институты, в 13 веке были уже, так сказать, в университете, были, правда, когда еще, в каком там веке, напомните мне, в 11, да, Ярослав Мудрый отдал свою дочь Анну за французского, так сказать, короля, хотя, это не совсем короля, так вот он был неграмотный настолько, что он писать не умел, так крестик грубое ставил, да, а Анна писала, куда ты меня попадал, каким там дикарям, и так далее, и Невзоров нам про 13-е там что-то лет говорит, ну ладно, а насчет того, что они были такие просвещенные, что гадили за шторы, даже во дворе короля французского, и, так сказать, малую нужду справляли прямо с лестниц высоких, это, это я не преувеличиваю, что это так и было, то, и воняло там, что уже за километры, подъезжая к дворцу было, так сказать, вот ароматы внесли, то, значит, ну, наверное, не совсем они такие были уж просвещенные, а у нас до бани были, у всех, каждому живу крестьянина, и, значит, миллионы бани, да, ну, миллионы кубометров троп, в общем, дрова, в общем-то, леса вырубали очень сильно, несмотря на то, что у нас такая была лесистая страна, но, когда вырубают по, а как вырубали, это даже у Шмелева можно, опять-таки, почитать, ведь на баржах, по воде, ну, большие объемы ты на лошадях не привезешь, по воде, вырубали, то есть, вот реки вокруг вырубали, притоки вокруг притоков вырубали, так и было быстрее, удобнее, ну, это экономические цели собрать, меньше сил, ну, не думали, не понимали, без лесов, как известно, солнце проникает в подстилку, а ее нет, она высушивается, ветер уносит суховее, но где не ветер, то дожди смывают, обраги образуются, и вода не держится, она быстренько в реки сливается, реки быстро отдают воду, и почва в течение года всего не отдает воду, а если огромная толстая, мощная лесная подстилка, сантиметров 30-40, верховые болота сохраняются, и миллионы, там, миллиарды тонн воды аккумулируются за всю зиму, от снега, таяния, дождями, так сказать, в течение лета, как никакими, то вот эти ручейки, миллионы, миллионы ручейков, речушки, в притоке, и тогда вот этот баланс постепенный, он держится, и леса, эти миллионы гектаров дают эту воду, ну, а что происходит, когда леса врубают, то этой воды уже аккумулированной нет, и тогда весенний паундок может и вытепр, а потом сойдет, и все, и миллиарды уровень, вот уходит, грунтовые колодцы взрушаются, вот она основная причина, ведь вода у нас, дожди идут, идут, тот же Стерлик говорит, что Байкал, обмелел, он правильно говорит, да, на полтора метра упал уровень воды, а в 60-е годы, на два с половиной метра он упал, потом восстановился, то есть дело, наверное, не только в этом, так что его дешевые ремогоги, в этом вопросе, он вам не очень правильно говорит, я с очень многими вещами согласен, но, если в данном вопросе это бред, то есть, понимаете, в чем дело, конечно, вода туда заходит, а знаете он, или вы, сколько подземных рек, вы знаете, что под землей объем воды больше, чем на земле, вот, это тоже вот надо понимать, ну, хорошо, миллиарды тонн берутся нефть и газ, туда миллиарды тонн воды, скажите, а мировой океан обмелел или у нас стоит другая задача, что уровень, наоборот, поднимается, он же боится, что скоро затопит, там, Шри-Лан-Кур, то есть, Бангладеш, там, что там вот это вот, и прочее, миллиарды кубометров воды, да, так вот, уровень поднимается, льды-то тают, там-то заморожены миллиарды кубометров, это хватит, чтобы на несколько метров повысить уровень воды мирового океана, а что значит мирового океана, вода испаряется, дожди выпадают, так какая проблема с тем, что ушло в тысячи раз, в миллионы раз меньше, в то, что откачивает нефть и газ, я не призываю к этому, и не говорю, я сам был рад, может быть, в какой-то мере, чтобы не было этого, только не таким радикальным путем, но, что дело тут совершенно не в том, что туда вода, как вы теперь поняли, корень воды увеличивается мирового океана, и вода испаряется, в основном у нас, два года подряд дожди, да, в Сковской, в Тверской области, которая четыре года назад там кололся все, вот, ну, мы бы плюс сорок, три месяца было, а сейчас там дожди каждый день, и там воды не то, что, куда ее отвести, вопрос, так что, вот, нужно понимать, чтобы понимать, нарушен мировой, то, что вот этот общий климат вообще нарушается, эта деятельность человека здесь все-таки имеет место быть, и я думаю, что то, что то два года плюс сорок, а то дожди и холодно, и урожаев нет, и в той или иной, это климатическое, конечно, оружие, которое уже давно создано, и, возможно, в неумелых, не то, что они, не то, что руках, а хотели одно сделать, получилось другое, а может, целенаправленно то получилось, что хотели, а может, не совсем, но факт, что его, то, что действует оно, конечно, потому что в той же Канаде, на границе Канады, в США, вот эти огромные, так сказать, электромагнитные пушки, наподобие вот этой вот микроволновок, только в миллиарды раз мощнее, которые его на сферу жарят, и меняют тем самым, вот эти циклоны, антициклоны, их распределение, образование, это, мощное, туда подведены газовые трубы, из международного сражения Канады, если это сжигается, на то, чтобы огромное количество, миллиардов киловатт, для того, чтобы их, они работали, то есть, ну, конечно, это климатическое оружие, да, безусловно, то есть, может быть, это то, что там в Австралии уже снег выпадает, а здесь, так сказать, он был сейчас в Крыму, мы же на эту приехали, вот как раз мы были там 10 дней, в горах никогда не было зимой минус, ну, в предгорьях, естественно, Анизовье там, например, Междуречья, скажем, или Многоречья, вернее, такая деревня, интересная, там, а теперь там минус 15, то есть, бывают, несколько дней, но бывает, вот так что уже, кроме кизилы и, так сказать, орехов, ничего не равен, ну, не равен, может не вырастить, скажем, персики могут вторичным заморозком подниться и так далее, но я эту тему там тоже изучал, потому что у меня есть такая идея, в Крыму тоже кое-какую землю взять и выращивать, ну, там я всегда занимаюсь не одним направлением, а максимально эффективно использую, стараюсь одну и ту же землю создавать такое, ну, нечто наподобие того, что вот Севхольстер, если кто-то из вас слышал, то есть, пермакультурное земледелье и много направлений, которые вот на одном месте можно вести. Может быть, там что-то будет интересное, но подписывайтесь, следите за новостями, если вы подпишетесь у меня на канале Ютуба на моем, просто не поленитесь, даже если вы подписаны в блоге, ну, зайдите на Ютуб, например, на любой ролик, прямо в Ютубе, включите мой, и там внизу подписаться, кто не подписан, ну, нажмите, не поленитесь, потому что бывает так, что не успевают у меня, или там лениться, или мои сопомощники не выкладывают что-то в блог, а в Ютубе уже есть интересное какое-то, вот, событие или мероприятие, или как-то там, ну, я постараюсь в этом году, еще даже, и в следующем, очень много чего интересного выкладывают на разные темы, ну, вот, примерно про году, я думаю, ответим, если так. Почему Крушинский город выкрали у меня хозяйство в Сорской области, в том же городе? Да, 650, да, от Москвы, но, как вам сказать, ну, далековато, вроде так, для ленивых нас сегодняшних, но, я скажу так, что вот, один раз съездит туда, второй нам увеличить, да, даже один, уже это никаких проблем нет, туда доехать, ну, там, как в зависимости от дороги, от машины, от шести до десяти часов, так сказать, легко можно, и непринужденные дороги хорошие на Варижской шоссе все-таки сделали сейчас уже, оно идеальное, не то, что было там шесть, семь лет, задрогнешь, как вспомнишь, вот, так что нормально. Не так-то это трудно, почему выбрали? Ну, у нас с женой такой компромисс в этом плане был, то есть, я изначально строил хозяйство, это было больше десяти лет назад, на Селегире, вернее, Волга-Верховье, источники Волги, там есть такое озеро Стершет, куда Волга впадает от своего стока в семи километрах. И там у нас была, то есть, земля, я стал строить крупное хозяйство, но там построить не получилось из-за того, что чиновники меня обманули, потому что у земли этой, хоть в бумагах моих, официальных документов, не было обременения, однако оказалось, что это земли, особо охраняемые памятники, архитектуры, двенадцатого, там такого-то века, и любой строительство запрещено. Ну, в общем, в итоге, я про это расскажу, потом подробно я видео сниму. У меня есть такая рубрика «Стройка с Фроловым», где я в Кушкинских горах, а я обязательно сниму очень интересный фильм, как я строил свое первое хозяйство. И мы, кстати, этим летом, женой там были, смотрели, что там вообще, как на этом месте, где вы строили, что. Ну, в общем, я сниму проект, фильм следить, это будет очень интересный. Потом свое хозяйство я стал строить, меня Серлига познакомил с главой Нелидовского района, полик там такой был тогда, и там в заповеднике, вот этом биосферно-природном государственном заповеднике я купил землю, начали строиться там, но параллельно этот глава района, мы с ним там разговариваем, познакомил меня с главой Ржевского района Тверской области. И, вы знаете, мне так понравилась там земля, которую я сам нашел случайно по карте глядя, что я ткнул пальцем, попросил одного человека съесть, он прибыл, говорю, Юрий Альич, вот прям как вы все говорили, ну, я поехал туда своим таким, ну, сотрудником, водителем, таким хозяйственным мужиком, он прям, и он прям, и я в один голос идеальное место, красивейшее, как в лесу, там высокие холмы, там все, в общем, эта деревня, ну, теперь она хоть, по крайней мере, не исчезнет, хоть одна, да, с лица земли, и там я основал эко-поселение, потом сначала своем хозяйстве, потом на базе его свое, вот я основал эко-поселение, а сейчас там ребята будут строить, развивать, я его только вот продал недавно, очень интересным людям, нормальным, которые занимаются, ну, у них йога-центр, и прочее, но там очень будет развиваться многопрофильно, как и я, планировал в картошино, да, так что, милость просим, будут у меня в блоге объявления, когда они будут какие-то делать мероприятия, я тоже буду распространять, это приглашать, узнаете об этом, ну, они по гектару и по два гектара для хороших людей, так сказать, близких по духу, милости просит, пожалуйста, их можно приобрести, мы их отдаем сейчас, мы по цене, смешной, сто тысяч за гектар, гектар в лесу, Волга в километре, через лес Волга, вообще такие участки, строят, а как нет, когда мы перевели, мы изменили вид разрешенного, это земля, с указом значения по категории земли, но вид разрешенного использования, подачи строительства, все, что хотите, можете строить, и вам обязаны, потом, когда вы построитесь, оформите, то настроение, и по закону, если единственное жилье у человека, если правда, единственная правда, пока еще через суд, вы можете даже на сельхозземле, зарегистрироваться, и прописаться, вот, но если через суд, это единственное место жилья, но я думаю, скоро изменят, и уже слышал о том, что закон проекта, скорее всего, примут, что можно будет строиться на любом виде разрешенного использования категории земли, земель, сельхозназначения, значит, вот, у меня, например, в Кушлинских горах тоже земли, сельхозназначения, по отдачное строительство, и там, это НП, да, основано, и я, там вам скажу, такой прецедент, в обратку тому, что говорят, как у нас все погано, и плохо, и припоны дают, и администрации, везде там, гнобят, так вот, я скажу так, что, а тогда я все построил, ничего не обращаясь, ни в какие инстанции, что можно, нельзя, это моя земля, я все буду строить, все, что хочу, я, мы потом, жена Пайхлопа сдала документы, ну, чтобы зарегистрировали дома, строения, знаете, что, во-первых, зарегистрировали, а во-вторых, знаете, через сколько, ни полгода, ни год, три дня, через три дня у нас были документы, свидетельства на право собственности земли, то есть, это вот, значит, поэтому, если кто-то захочет, ну, я говорю, есть у вас, а там юрист в Аржеве, свою хорошую женщину, молодость, все, это вообще, то есть, вот, свидетельства все есть, если вы, вам подойдет место, люди, вам, ну, и обратная связь положительная, то можете приобрести эту землю, и строиться, вот, в этом, это поселение, в Картош, но, пожалуйста, обращайтесь, если что ко мне, 31-го мы поедем туда, потому что дети, школа, и мы, ну, и дела, и все, так сказать, мы на лето сюда приехали, а хозяйство там, так сказать, хоть строится у меня, сейчас стройки продолжаются, каждый день у меня общение, так сказать, все, что, люди приезжают в мой отель, там гостиницу останавливаются, вчера был садим, ну, как вам, они говорят, ну, все, в отличие, ну, и мы будем дальше там строиться, развиваться, скоро будет, как я приеду, седьмая, она выйдет уже часть стройки, с проломой, какая восьмая, я там снимаю, ну, в общем, следующее, я обязательно выпущу, значит, про то, как было первое моё хозяйство, и про картошу, обязательно, это будут отдельные фильмы, про глобальное строительство, агрономия, там, и прочее, и прочее, вот, так что, вот так, да. В Кургарах тоже это как поселение? Нет, там нет поселения, там, просто у меня вот 10 участков, как, ну, как поселок в поселке, но на самом деле, можно сказать, что почти, то есть, посмотрев вот эти тоже мои видео, у владельца земельных участков покупают те, кто, ну, мои зрители, опять-таки, ну, естественно, значит, это свои люди, и, в принципе, такие люди там купили уже много участков, осталось не так много, но если хотите, кто хочет, то есть возможность ещё купить. Цена примерно, по-моему, если я не ошибаюсь, это не моё, это к нему вопрос, я могу соединить, только, ну, по-моему, 12 тысяч рублей за сотку, ну, 25 соток, там, ну, считайте, там, 300 тысяч, да, рублей, там, по 20-40 соток есть участки, и электричество, по-моему, с подъездными путями, ну, как бы, ну, там, плата идёт, такая, ну, средняя, или 100 тысяч, по-моему, на разы идут, за предоставление 15 киловатт, там, у нас там новая подстанция, всё, кстати, потом очень легко увеличить, если кому надо, ну, вообще так, это больше, я увеличиваю, всё это очень быстро и легко делается, то есть, там, вообще, вот, ну, настолько, в плане проблем нет там с административными вот этими, какими-то оформлениями, даже наоборот, помощь только, то есть, с электричеством, никаких, но людей мало, по-моему, склонцем умирающих целых, если так, конечно, там и понятно, почему, но другое дело в Краснодарском крае, или он где-то, в Сочи, или мой друг, он в Геленджике, или где-то там строили, там это надо за год, чуть ли не оформлять все бумаги, только год вперёд, ну, это там, это ужас, вот тут как раз чиновников надо гуски порвать, там, за это, но это всё делается понятно, для чего, чтобы побыстрее платить, вот я так заплатил, только не побыстрее, главного архитектору, с, в этом, это по досташкам, селигерта, говорил, я не хочу, ну, хочу честно, чтобы было, не хочу время терять, пока там разрешение, можно буду строиться, а разрешение потом, я всегда так делаю, в Подмосковье у себя, и всё, он говорит, да, без проблем, всё, ну, я облагодарил, делал, там, нечего, а он выясняется, что это вот особая охранительная память, и противоречие два этих законов стоит, ну, это вот просто, а так там, если нет, в сторонке, это вообще никаких проблем, ну, вот, Пскове, я говорю, всё изумительно, в Тверской области тоже, ну, в Ржевском районе, никаких проблем, вот, так что, пожалуйста, там, с бумагами всё, железная бумажка, как говорила, профессиональная, именно почему, да, экономология, нет, я объясню, значит, получилось вот, как мы с женой были в Карелии, а мы в Карелию раньше ездили каждый год, вот два года, к сожалению, не было, ну, и проезжали, и давайте заедем, а мы как-то, в прошлом году, я помню, проезжали через Кушкинские горы, ну, как-то указатель был, я бы слышно, вроде люди так, более-менее культурные, как бы, но, ну, а в Кушкинских горах, Кушкин, Михайловск, и никогда не были, и, давай, заедем, давай, значит, заехали, и, вы знаете, настолько это, прочувствовали вот эту атмосферу, которую надо, конечно, почувствовать, да, что я сразу, я сразу, я сразу, все, надо землю брать, вы сразу там, то есть, а я быстро все решаю, нашли, прям, контакты, это, это, варианты посмотрели, я говорю, все здесь, а у нас буквально от Тригорского, ну, это вот друзья Пушкина, Вульф, там, да, у имени, Осипова Вульф, ну, это вот буквально, пешком два километра, то есть, мы вот прям, как дорога асфальтная окружная идет, которая вот от Пскова и от Питера, туда, на Москву, вот, к нам, и прям от нас, вот деревня Новая Березовка, от Ветвления, вот прям, видно там, значит, рядом пройти или проехать, так что у нас там можно, кто, наши гости, на велосипедах, или пешочком, ну, кто на машинах не хочет, а можно и на машине, в любое имение, там, Тригорское, Петровское, Бугрово, там, и так далее, и почему вы говорите еще, природа изумительная, красивая, северная, холмы, я вообще люблю больше северную природу, чем южную, и если вот мы были в Крыму, мы были и 9 дней с половиной, и с 10 в горах, он значит, я не люблю, вот, это вот, как-то, ну, пляжи, я вообще безделья не люблю, и для меня отдых, как был товарищ Павлов, активный, я принимаю отдых, а там сопали факторы, надо было куда-то, где-то, ну, чтобы я, как и не в Москве живу, из 99-го года мы живем в Подмосковье, в своем доме, вот, то есть, как вот, хоть коренной москвич, но переехав в 99-м в Подмосковье, вот, под Зеленоград, свое хозяйство, свой дом, ну, ни разу я от Москвы не ночевал, за это вот сколько, 18 лет, хотя коренной москвич, но, тем не менее, вот так, и поэтому, шаг этот был уже, безусловно, легче, чем если сразу, из Москвы, хотя, это вопрос характера, и человека, и вот, жизненных приоритетов, установки, потому что я знаю людей, которые продала, даже не видя места, вот у нас в поселении, есть одна такая жилья, продала, не видя, даже не переезжая к нам посмотреть, уже понимая, что вот, все, ее, продала, где-то там тоже, в Саратовской области, на Черноземных, участок и квартиру, и переехала, вот, так что, такое тоже бывает, а там культурный центр, то есть, не какой-то упаднический, совсем уж район, Пушкин, туристическое место, где все-таки развивать, можно, наверное, бизнес, ну, в плане экотуризма, конечно, не сложнее, потому что я не пускаю туда курящих и пьющих, но, так сказать, из нормальных своих людей, что называется, но зато и таким людям приятнее приехать в Атты, где нет ряда всякого плюющего, харкающего быдла, который бухающий за стеной, там, да, правильно, вот, но в пушкинские места такие в основном и не ездят, они могут найти для своих увеселений и более близкие какие-нибудь к ним территориальные места, для таких дел высоких не нужно далеко совсем уж ехать, можно даже не ехать никуда, вот, поэтому совпало все, значит, Пушкин, природа, земля, которая недорого и очень хорошая можно было взять, для моих планов нужно, наверное, не только же АТКТ, обучающий центр, там же лекционный зал, все построено, занятия уже даже проводили там, тепличные хозяйства, чтобы можно было поставить, ну и вот подъездные пути, чтобы не так, как в Картошино, где нам, мне пришлось километра, полтора, чуть ли не километра, делать за свой счет дорог, которых ни при царе там не было, ни при советской власти, строили мы вообще в Стахановске, я потом покажу все это вот в той части, где Картошино будет, как все это мы строили, это, конечно, ну это вот надо видеть, так что там все это совпало, ну я говорю, жена, давай тогда там, все-таки вот все, ну давай тогда там, потому что она от Картошино не хотела, ну всего ряда причин таких вот каких, не то, что там красивые места, кстати, моему отцу нравится, а он до сих пор все думает, ну и надо поехать туда, там это все, очень красивые, и все, ну нюансы, нюансы, у каждого свой характер, впрочем, был такой компромисс, но уж там, что там, инонации для детей, что там разные закаты, все там, там 2-3 семьи, буквально, вот критическая масса, когда, ну с детьми, чтобы, так сказать, можно было запустить наконец-то наш клуб, который там достроили, ну не достроили еще, но он там есть, картошный, всегда можно достроить. Так, а, Олег Сирота, коров же нет, откуда натуральный сыр? Это взят стерлинг. А, все, значит, впервые я узнал, а она жена, кстати, моя дюсика, не знала даже, все, я понял, про какую стероту, я не знаю, фамилию, сирота, но я думал, что это сирота. Значит, короче говоря, так, да, мой один общий знакомый со стерлингом, кто, так сказать, меня с ним и познакомил в свое время, рассказывал еще много лет назад, что вот, вроде как, сватает своего знакомого, вот этого сироту, за дочь стерлингового сыра, да, но они так получили, сейчас у них уже трое, а то даже чуть не четверо уже детей, молодцы, здорово, вот, и, ну, молодцы, да, в этом плане, у него раньше он был айтишником, компьютерщиком туда-сюда, а теперь ударился с сыры, ну, видимо, с легкой подачей стерлингом, значит, может быть, вот, ну, и вообще, действительно, сыры у него, да, откуда сыр натуральный, нет, ну, почему, как коровник, у них вроде козы, я не знаю, козьи корови, мне это неинтересно, но коровник козы есть, у стерлингов есть, и у него, и сыр натуральный, тут я даже не спорю, и действительно, потому что, у меня в свое время тоже были овцы, кстати, я в картошино еще покупал, то есть, мы, это все, была редчайшая порода, выбирали такой вот, тоже, когда я еще, так сказать, не пересмотрел определенные свои вопросы жизненные, то у меня тоже были изначально, я потом эти стадо и, овец, у меня коровы были, маленьких колхозь брали телят, ну, в общем, отдал я, поменяли, поменяли, бар там у нас был, с одним местным там, товарищем, который антиквальный лавка, там, по разным губерниям держал, там, на старинную мебель, поменялись, а им на плене, ну, куда девать, ну, отдал, когда я пересмотрел свои взгляды, вот, ну, они, так сказать, убеждены в том, что это правильно и нормально, ну, делают сыр, ну, говорят, сыр в плане качества, хороший, в плане качества, и честный, это, я не сомневаюсь в этом, на самом деле, ну, другой вопрос, что сыр, это не продукт питания, а, хороший строительный материал, и, по сути, уж точно, концентрированный казин, пользу человеку не принесет, а принесет ему только страшный вред, а вера, вещь святая, конечно, ну, пусть верит, как ни один, под моим видео о молоке, написал ветеринар, причем несколько раз такое писали, но вот примерно слова такие, вы, Игорь Иванович, совершенно правильно говорите насчет этого, я подтвержу, как специалист там, 30-летним, ну, условно, стажем, значит, вот были такие коровы на моей практике, было несколько раз, он пишет, что они как-то выкручивались и высасывали из своего вымени молоко, свое же, знаете, чем они кончали, он говорит, всегда только рак желудка, вот, то есть законы природы извращать нельзя, и уж человек, сосать молоко, может, если он грудной ребенок, у своей мамы, это естественно, конечно, как и естественно, что теленок или козленок, зайчонок, там, сосет молоко своей мамы, до определенной поры, почему-то всю жизнь нет, ну, и меняется потом все, биохимия, и некий такой, ну, как бы, стержень путеводный, то есть он переходит в животное маленькое, на видовое питание, чем их родители, их вид, в течение миллионов поколений, питался тем, чем природа предусмотрела, или Бог, или Боге, как хотите, потому что мы это видим, мы не прочли это где-то, не верим в это, а мы видим так, человек, совершенно те же биологические задачи, законы, и человек должен пить материнское молоко, пока природа отвела этот срок, поэтому называется грудной ребенок, прошло время грудного ребенка, видовая пища, какое молоко, других видов животных, где другая программа, химический состав, задача, гормоны, совершенно все другое, ну, мы можем себя обманывать, конечно, придумывать насчет книг, каких-то там, называть их святыми, или как угодно, человеку разуму на что дам, по-моему, это очевидно, ну, ближайшие мероприятия, вот тут еще вопрос, знаете, я думаю, что, вот, я сейчас, сейчас у меня идет в ближайшем хозяйстве, под Зеленоградом ремонт, отделка большого лекционного зала, где раньше была рыборазводня у меня, ну, аквариумную рыбу я занимался очень серьезно, кстати, вот я надеюсь, я найду фотографии, где Федор Григорьевич Углуб, приезжая ко мне, как раз тоже мы фотографировались, на фоне моих вот этих рядов аквариума, где он изумлялся, видел тех, в том числе, пресноводных скатах, которых я разводил, я занимался очень серьезной работой, научной, в том числе, о селекции, скрещивании, получении новых гибридов, пресноводных скатов, тысячи скатов родились в моей рыборазводне, разных видов, из Перу, из Бразилии, там, Калубии получены, да, так что, так вот это тоже я занимался, и вот, я надеюсь, что в этом лекционном зале, я буду проводить несколько раз в год, когда я буду приезжать из Пушкинский город в Москве, например, к ярмаркам, а я сейчас стараюсь быть на каждой, то есть, конец, последняя неделя месяца, суббота, воскресенье, это будут ярмарки, нам организаторы обещают, что все последующие, то есть, с сентября месяцы, до Нового года и дальше, будут проходить до следующей весны на ЗИЛе, так что я сразу скажу, чтобы вы знали, объявления все будут даны через мой блог, ролики пригласительные, сегодня я уезжая, опубликовал пригласительный ролик, что приглашаю на 27, 26-27 на Артплей завод, где будет Вегмар, я тоже прочту одну про фалафель, но коли там будет битва фалафеля, то грех не прочитать, тем более, что там будут и герои главные, все мои годы, как потребители, так и производители гордые, и такие вот величавые, которые, так сказать, смогут тоже послушать и вдохновиться, вот, давай на работе читать, я буду, наверное, в один день, два, меня не хватит, значит, перемер, еще мероприятие, конечно, я очень хочу провести этой осенью в своем хозяйстве в Пушкинских горах, благо, там лекционный зал в четыре раза больше этого готов, огромная профессиональная кухня, где уже профессиональный повар приезжал весной, творил свои шедевры там, то есть такая квадратная комфорка, эти много киловаттные столы из нержавейки, так сказать, там, да, сейчас столы, турбой, все это сделано, в общем, надеюсь, что вот уже, чуть ли не знаете, я боюсь загадывать, или конец сентября, или в октябре, ну, пока еще погода, да, я проведу глобальное занятие, не знаю, одно или два, одно точно на тему органического земледелия, и второе, хотя бы на тему экостроительства, то есть опыт накоплен огромный, кстати, у меня, жаль, в руки не доходят публиковать то, что мне приходят, вот, отзывы, благодат, то есть что-то люди пишут чуть-чуть, так, скупо, я имею в виду на всеобщий показ, не все, видимо, любят, многие приносят, так как бы, присылают письма лично мне, или под ролики, в общем, разные места, вот у меня было такое письмо благодарственное, значит, у меня покупали мои инфопродукты 3, 4 и 20, это полный комплект по аграрному, по органическому земледелию, в Афон, в Пантелеум монастырь, то есть вот Афон, тот самый Афон, где потом настоятель мне даже письмо прислал, что благодарил за такую ценную информацию, что они пользуются в том числе моими методами, и вот приятно, конечно, потому что у них столетняя история ведения аграрных вопросов, так сказать, технологии разработаны свои, уникалии, тем не менее, тем не менее, мои знания тоже пригодились, вот я хочу там мероприятия такие провести, два, а остальные уже будут, наверное, весной, зимой, скорее всего, не буду проводить, дел много, а вот может быть, это значит осенью, может быть, одной зимой, и весной точно я проведу в ближайшем хозяйстве в Подмосковье, кому, ну уже не такие практически где, но теоретически, конечно, доходчиво популярны, какие-то интересные разложим темы, о которых тоже следите, будут опубликованы у меня в блоге и объявления, и ролики, пригласительные, так что сейчас буквально на днях прям зададут мне этот зал, там все ставится новое, еще и, так сказать, вся отделка, еще столы нужно закупить, вот все вот это вот, ну вот, а в Кушкинских горах у нас будет что, у нас будет мебельное производство, мы его перевезли из Станки, все перевезли из Картошной, будет мебель делаться там, там же будут, мы будем закладывать питомники уже вот серьезные в этом году, успеем я надеюсь, по лесомодству, по лесомодству, то есть по восстановлению широколистых лесов, я планирую на будущее или максимум через год заняться очень серьезно на участке где-то в 300 гектаров, примерно, восстановлением до Ледникова широколистых лесов, и на этом примере потом, я надеюсь, многие будут тоже восстанавливать нашу страну, природу, а леса это то, что дает, помимо всех моральных и таких вот важных для природы, для восстановления, для экологии, тем, да, дают и как пример для других, дают еще и стабильный доход на поколение вперед, более чем 20 иных направлений дохода можно с леса получать, я говорю не о выработке деревьев, я говорю совершенно, от семян до, как сказать, получения того же сиропа из клёна, например, причем, если посадить сахарный клён, они сахаристые, тем более не наш, а специальные сорта из Канады, то можно получать высококонцентрированный, причем в тот период года, когда других дел меньше, то есть зимой, в феврале они не добывают, вот, ну и так далее, знаю все эти тонкости, вот почему я их буду в том числе обучать, ну в том числе, я вообще даю огромную информацию, порой и слово бесценно, порой идея бесценно, а когда это сотни идей и тем, ну вот что такое это мои занятия, это я без всяких кому-то, естественно, не выпендриваюсь и совершенно от этого никакого наслаждения не получаю, я просто констатирую факты, если кому-то это интересна тема, то просто по-человечески советую, приобретете в сотни раз больше, чем стоят эти занятия и время, которое вы потратите, для разумных людей, ну для не из тех, кому это просто нужно, то есть, понятно, что есть люди, кто и живут, в городе планируют жить, и ну так, не все же, понятно, поедут жить, на землю, где угу и в квартире, естественно, то есть, как и принцип, если вам не потребуется знать про водокоммуникации, про фундаменты, строительство разных типов материалов стенда, но остальное, это все вам пойдет, конечно, 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 можно сказать про образование детей, как вы воспитываете, как вы можете в вашей школе учиться, вы будете получать, ну они, сейчас они учатся в школе, вот, местной, в Пушкинских горах, в общем, школа, это очень большая, как по размеру, так и по численности детей, там около тысячи человек в школе, то есть, как в крупных московских, но дело в том, что, конечно, это не потому, что так прям все хорошо встает в делах, детей так много рождается, потому что вокруг беремняк-то закрывали, ну и в окрестных, маленьких населенных полках, и возят туда, но в целом, очень хорошо, директриса, серьезная женщина, серьезные программы, учителя, нормальные, любящие свое дело, в основном, все такие, очень нравятся, то есть, в принципе, вот, например, там один учитель, там даже лодку купил, детей там катают, рассказывают по реке 40, что-то такое, истории разные, кроют, все-таки факультативные, кружков много, различных, ну, как сказать, вот там, хочет человек музыкой заниматься, и так далее, у меня дети тоже занимаются, но сами не хотят, их не заставляем, ну, перегорело, не надо, поэтому, ну, вот, хотя купили два пианино, прекрасных, два пианино есть, одному 120, другому 140, да, прекрасно, верхняя демпферная, нижняя демпферная, если кто-то понимает о чем лечь, но, в общем, с хорошим звуком, профессиональный настройщик, все мы, тут еще в Москве все выбрали, он нам сам профессионалом не занимается, и вот, я хотел, чтобы этот звук, ну, такой, знаете, был душевный, я-то сам музыкой хоть и не занимался, но открою вам еще один секрет, что очень хорошо я пел и пою, но стесняюсь, поэтому петь не буду, а, может быть, когда-нибудь и спою, но это потом. Голос есть у нас. Голос есть у нас. У нас пропалафич. Да, я вам даже скажу, что я мог бы вполне влиться, ну, в 70-е годы в какой-нибудь вею, вокальный инструментальный ансамбль, я очень люблю наши старые веи, более того, скажем, что на нашей свадьбе с женой, у нас даже в качестве гостей, ну, и исполнители были приглашены, это первый вею в нашей стране, но это поющие гитары, поющие гитары. В 66-м году они еще образовались как коллектив, были до этого тоже некие, но серьезные, так и первые веи, это были, конечно, поющие гитары, куда в 69-м году, ну, чуть раньше, в 69-м уже как исполнитель, был и Антонов в свое время, кстати, успел побывать, вот для меня нет, я прекраснее оттуда, как раз вот эта песня и так далее. Вот, они были у меня, в гостях, и вот как исполнители, то есть есть что-то вспомнить, такая вот интересная была в свое время свадьба, но я вполне мог бы опять с ними. Вот. Так. Посоветуйте, пожалуйста, что отвечать людям, которые говорят, что раньше люди жили меньше. Я знаю про статистику, про детскую смертность, это все понятно, но сейчас еще появились какие-то сведения о том, что, ну, скажем, в 19-м веке, там, или там, в начале 20-го, столетних долгожителей, было там, ну, скажем, столько-то, а сейчас это количество растет очень серьезно, и ожидается там в 2050-м году, что будет там 3 миллиона каких-то долгожителей. А здесь нет никаких противоречий, с последнего начнем. Действительно, в последние годы количество столетних, правда, не во всех странах, а в определенных, типа Японии, США, действительно, где уровень, условно назовем, жизни, это график скоро пойдет вниз, он будет увеличиваться, вы поймите, что вот сейчас, 17-е годы, то есть, возьмем 100 лет, это люди родились в 1917-м. Вот те люди, которые родились примерно до 1930-х годов, вот до этого времени еще растет, и застабилизируется график, а потом, кто после родился, кто прокатился через серьезные Макдональдс и прочие, и дальше химия, и прошла ММО, там будет сильнейший спад, поэтому пусть не радуются вот те друзья, которые пытаются любой ценой, даже, да, курили, пили, там шоколадки, да, которые ценой поправления здравого смысла пытаются оправдать себя, любимых, свои низменные всякие пороки, пристрастия, привычки, не желая меняться, а желая катиться по волне и радоваться, при этом успокаиваться, что ничего страшного, вот пили же, курили. Значит, давно забыть надо пора про тех, кто пил, курил, а уже сейчас средние поколения, те, которые уже покойники, обгулого, вспомните, какие у них были годы, когда они умерли, вспомните, краско, чуть-чуть более молодое поколение, и теперь уже я скажу, что я знаю случаи, когда просто сидят такие вот такие пухлощокие здоровячки, казалось бы, в здоровом теле, только оно совсем больное, гнило изнутри, но видит внешний розовый, поэтому кажется, что для таких любителей бюштексов и сарделий, конечно, они здоровые, правда там и здоровость и жир, но я не знаю, как себя можно обманывать, вот они так обманывают, что они сдат раша, и вот они едят, бухнут очередной раз, и мордой салат умирают, то есть просто сердце, вот, и поэтому такие товарищи, кто начинает сейчас курить лет так с 12 и 13, они не более 35 лет проживут, ну естественно, они будут и пить, понятно, они пьют, а естественно, едят все подряд, поэтому они могут хорохориться, но правда недолго, напомните этим умникам также то, что они пусть вспомнят и то, как многие их знакомые, многие вокруг умирали в 40, в 50 лет, как умирают от онкологии сейчас, это на первое место вышло, не только потому, не на первом, де-юре, потому что, так сказать, де-юре, то есть, здесь сосуясь ли еще пока, просто очень много умирает от инсультов, инфарктов люди, не умирали бы они и прожили бы подольше, на первое место вышла бы онкология, и естественно, здесь факторы разные, но питание один из главных, вчера мы с женой были, решили заехать моему покойному другу на кладбище в Москве, и умер он рано, он не пил, курил, но ел, что он, пипил он и газированную воду, все эти чаи, вот эти вот химические, пластиковые бутылки, газировки, и хоть кол на голове, решили, в общем, он умер от геморранического инсульта, это еще одна из разновидностей смерти тех людей, кто ест все, что подряд угодно, и храколится, и гитает все по барабану, хотя сигнал он был давно с того света, в виде панкреатита, в виде желчекаменной и прочей почечной болезни, и камней в почках, и он, конечно, тогда притихал, немножко прислушивался, но как водится своих, ну, близких, так сказать, не слушают, как правило, кем бы они ни были, и вот поэтому результат не заставил себя ждать. А рядом, ну, не рядом, а там есть могилка, мамы и дочки. Мама родилась в 1899, в 1889 году умерла, в 1991, в 102 полных года, на 103, так сказать, родилась до первой революции, умерла, так сказать, дождалась новой, в 91-м году революции, а дочка ее умерла в 15-м году, два или полтора года назад, уже на 104-м году жизни, вот, это, как бы, так сказать, и это-то ненормально. Значит, вот говорят, такого не было. Ну, вот у моей жены, например, прабабушка, она прожила 100-й год, а ее брат родной 104. Значит, я хочу вам, так сказать, у меня есть раздел. Я советую таким умникам, ну, если они, конечно, не испугаются, и не отмахиваться бессмысленно, потому что я уверяю, что если они честно прослушают все эти видео, аналитику, а не мои умозаключения, основывающиеся на веи, а только на фактах, если они это прослушают, то они поймут, и ответят себе сами на все эти вопросы, которые их мучают, либо не мучают, а просто они обманывают себя, так изысканно. Так вот, там это раздел по долгожителям и долголетию, где я проанализировал, там, начиная, например, в Псковской области район на Ленинске, очень интересный, Апочкинский, где как раз там 101-105-115 лет сплошняком, и более 10% населения вот этих окрестных районов жило больше 100 лет, это в 300 раз больше, чем на Окинаве, поэтому дальше вреднее, вообще никакие слушать и говорить, ну, просто, так сказать, глупо. Дальше я анализирую Абхазию, беру старые советские хроники, фильмы, да-да-да, но их там штук 7-8, я предупреждаю, поэтому я желательно советую писать всех. Поэтому, когда нам такое говорят, потому что, чтобы сейчас не повторяться, я лучше взываю посмотреть там как раз и почему это лукавая статистика, то есть действительно, да, жили как будто 30-40 лет в среднем, но ведь не значит, что не жили многие по 100 и больше лет, а жили, а статистика 30-40, потому что из 20 человек в семье родившихся детей, а среднее было, напоминаю, кто не знает, в конце 19 века только в Москве по переписи четкой статистики конец 19 века среди купеческого, мещанского и дворянского сословий, среди всех сословий были проведены исследования, выяснилось, что среднее количество детей в семье 18. Например, у Петра Боткина, это дедушка, того самого Боткина, у которого как бы расстреляли в Епатийском доме, с царской семьей. Так вот, Петр Боткин, у него в семье было 25 детей, а Менделеев был, как известно, 18. То есть, та самая золотая статистика средней данной. Средний, да. Но 5-6-7, а то и больше, умирало в возрасте ноль, полгода, год, два. А тогда, если 150 лет и ноль, или два, вот вам 30-40 лет и получится. Так оно и получается. Поэтому в рот положите этим умникам, откуда все летит, вот такие глупости страшные, вот немножко информации, которая их приведет в порядок. Вот. Что, по крайней мере, они себя не обманывали так дешево и ни за что. Знаете, мне кажется, еще качество жизни очень важно. Вы приводили пример из Гелеровского, правда, обман аренку. Я это очень хорошо запомнила, нашла этот фрагмент в Гелеровском, потому что посмотреть на этих страшных бабушек, которые, вот эти японские, бабушка у себя в пятом, старшке, она, по-моему, вообще не плачет. Конечно, конечно, да, человек может, благодаря антибиотикам, условно, там, физиотерапии, 10 сделанным операциям на сердце, там, прожить, конечно, гораздо больше, чем он умер, 80, там, может, и до 110 спокойно прожить, поскольку потенциал у человека спокойно, до 150 это в средней, то, безусловно, на научных достижениях современной медицины, физиотерапии и прочее, то можно дожить и до 110. Но тут имеет, конечно, роль огромная генетика, и те поколения, которые от своих отцов, дедов и прадедов унаследовали мощнейшую генетику и обменные процессы и иммунитет, они могли пить и курить и 90-95 прожить. Это их дети уже не, они изгадили своим детям, вот таким дурачкам, которые ваши знакомые вот эту глупость несут, они им изгадили, пусть спасибо скажут, они уже проживут 70-75, а их дети уже 50, проживут 55, как и живут сейчас, собственно, новость, что ли, доказать, и что эти люди, они говорят, сыроеды, вот покажите, а я говорю, нет, 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 так не пойдет, хитрые какие, покажите вы, и докажите мне, что не миллионы, сотни миллионов вас, то есть все, кто и не ест, как диетологи, советуют, все больные и умираются от рака и сухлениров, а вот вы докажите, что это не так, можете, потому что так и есть, вот тогда сначала о себе, а потом уже там показать вам, тут сотни тысяч раз меньше этих сыроедов, а вы хотите статистику, какую вы хотите статистику, тогда давайте на одного возьмем к десяти тысячам, ладно, не к ста, к десяти, иду, да, я вам покажу одного, а вы мне десять тысяч, покажите тех, кто даже до ста десяти лет, например, жаря мясо, шашлыки, вы мне десять тысяч, а я вам одного, так честно, вот вы скажите так, а то хитрые какие, да. Вы в каком-то из своих роликов говорили о том, что можете обосновать, то есть именно с точки зрения биологии, человек, что не есть невозможность. А, ну, смотрите, может быть вы не видели, но я как-то был приглашен на, как они там правильно назвали, ну, в общем, там по пранаедине какой-то, нет, я с термом не помню, я говорю, какой-то, а конференции или симпозиум, симпозиум по пранаедине, вот это, меня пригласили, Баранова, по-моему, я не помню кто, в общем, я там выступил, именно с точки зрения, как бы, обоснования, как я вижу, теоретически, вот эти возможные механизмы, которые помогают жить людям, которые вроде бы ничего не едят, да, то есть вы посмотрите, просто чтобы сейчас не развивать такую особую тему, я как раз там приводил некоторые, да, у меня в блоге либо в ютубе, либо прям в ютубе, наберите фролов на конференции про наедине, это же легко все найти, это есть. Андрей, а вы можете все это выяснить, наши рядовая держава, потому что не очень говорят часто вот о чуче, там вот жиром на тюлене, ну, я скажу так, вообще вы учите защищаться от труб. Нет, это очень просто, чучи живут там на этой территории, там, нет, ну, я имею в виду, там, потомки, там несколько тысяч лет, там, за пять, семь, там, до этого эти места, ну, по крайней мере, до десяти тысяч лет назад, до ледников населяют совершенно другие люди, пусть они не слушают, например, что я говорю, пусть послушают Пифагора, например, и найдут трубы его, где он описывает, даже был такой кружок, ну, как сейчас все любят называть секты, а сразу, а я их называю сектами, сады, племенов, например, ну, ладно, не важно, они мы друг друга называем, в общем, он описывает гибербарию, то есть родину всех белых людей, ну, то есть, собственно говоря, славян-арийских народов, племен, откуда вот как раз пришло все, собственно говоря, культура, история пошла, там, и прочее, значит, вот, он описывал, что все питаются плодами, живут сколь угодно долго, и умирают от пресыщения жизнью, и от выполненных перед собой задач, и это было когда-то, об этом пишет, вообще, об этом в той или иной мере, в степени, говорят, очень многие древние источники, разных совершенно народов, регионов, и так далее, понятно, знаете, даже мудрость, лукаво не надо, как там история, какие писатели, о чем говорят, Платон, Пифагор, Сократ, они все были сараинами, вот, и об этом даже цитаты есть, их известные, например, меня спрашивают, а почему Сократ, был, так сказать, и вот там, ну ладно, и я в некоторых лекциях это вставляю периодически, такие вот цитаты, Плутарха, Пифагора, Сократ, кстати, Пифагор там сто лет, а один год его убили, у него сто лет ребенок последний, он зачат, ну, то есть, был отцом, сто лет, вот, и что касается, там, ну, хунзы не слышали, хотя по этому поводу сейчас начинают, потому что это все неправильно, но это все понятно, почему начинают, сейчас, конечно, там такого уже нет, и когда медицина туда свои прелести, в виде прививок, антибиотиков и прочего принесли, то люди так долго жить, как жили раньше, когда вот их обнаружили, конечно, не стали, хотя еще недавно были те, кто жили очень долго, я говорю, есть такие центры долгожительства, даже у нас, как были, например, в Абхазии, там, там уряд причин много, в том числе, это комбинация факторов, где обязательным, из которых являются наличие уникальной воды, то есть, воды с теми физико-химическими свойствами, которые очень приближены к физико-химическим свойствам, внутри нашей клетки, тогда мы не тратим энергии, это логично объясняется очень просто, с учредением биохимией, то есть, мы резерв не тратим свой, колоссальный на перестройку воды, а значит, на биохимические все процессы, поэтому, сейчас, в современном мире, таких мест нет, и нам не переехать всем туда, значит, хорошо, что теперь созданы технологии, это вот те самые приборы, которые меняют физико-химические свойства, от маленьких портативных, до больших, которые меняют сразу все свойства воды, потому что в малом объеме это невозможно сделать, но основные меняются, это вот вы знаете, смотрели видео, если не смотрели, у меня обязательно посмотрите раздел, ну, прямо в моем блоге, юфролов.блог, в нем есть левая колонка, приборы жизни, и вот в этом разделе, приборы жизни, посмотрите все, что вы найдете, уверяю вас, это жизненно необходимо, по крайней мере, кому сейчас лет, я говорю абсолютно, отдавая себе отчет, потому что говорю, что если человеку 30-40 лет, например, сейчас, то плюс 30 лет, а то и больше к жизни 40, может быть, вы прибавите, только потребляя эту воду, если вам там 50-70, то вы прибавите 20-25 лет, точно, в своей жизни, если вы будете пить эту воду, это так же разумно, как и человек умер от инфаркта, а если вы не успели сделать, например, операцию, то мы прожим, вот, например, далеко ходить не будем, есть такой был, умер недавно, в 101 год, как его, значит, Зельдин, да, Артем, Зельдин, а у него в 70 с чем-то лет, он мог умереть, ему была сделана операция на сердце, ну, дальше он там старался, держался в сердцеской в тонусе, и как бы прожил вот еще сколько, ну, кто бы вспомнил о Зельдине, как и долгожителе, если бы он умер тогда, понимаете, еще правильно будет, что вот как раз медицина и пытается, достижение медицины, искусственно продлить жизнь стен, а раньше-то жили без всяких продлений, врачи вообще не знали людей, и жили 120 лет, как деда Ивана Поддогного, и жили 100, там, 36 лет, как, ну, там, вот один из тех, у меня есть кинокроника, 1912 года, Николай, и Казаков, тех, кто участвовал во время, так сказать, Бородинского сражения, сто лет, ровно когда юбилей отмечали, то есть, воевал сто лет назад, и некоторым было за 130 лет, это сейчас кажется фантастикой, ну, что выиграть репереки, с 48 года, например, бабушка в Беларуси одна была, которая была 136, самая старая на тот момент жительница в Беларуси, я, в прошлом году, были женой в Беловежской куще, там был экскурсовод, нам его дали, государственного экскурсовода, потому что там у них, ну, так положено, и этот парень, он нам разговорились, я всегда спрашиваю на тему, был, говорят, у него прабабушка 115 лет прожила, то есть, это было сплошь и реально, это говоря тем умникам, которые обрадуют свою биштекцию, прожить хотя бы там, хоть как-то, 75, это их высшая мечта, я думаю, а, значит, бабушек, которые на себя обманывают сами, не верят, что они сто лет прожил, вот, забыть про это надо, да, раньше жили, потому что не было тех факторов, которые сейчас есть, и питание, принципиально было иное, никто мясо, как они, покупая в магазинах, которых не было, и не ели они их по три раза в день, как эти едят, и успокаивая себя, значит, каких-то бабушек, во-первых, нет генетики, едитель, друзья, вы не то, куча других факторов, да еще хотите пить курить, и столько прожить, да не будет такого никогда, то есть, дистиллированная вода, это не выходит, почему, нет, кстати, вопрос, дистиллированная, и вот эта вот вода с кузырь, значит, дистиллированная вода, она имеет место быть, потому что, прав, ну, подбрек, и все те, кто говорили, потому что, стоит вопрос такой, или пить воду, насыщенную солями, жесткости, то есть, щелочными металлами, кальцием, в виде карбонатов, из-под крана, то, что жесткая вода, ну, в той или иной мере, ну, в Петербурге кислая, и мягкая вода, где-то там, очень жесткая, и жесткую воду пить вредно, потому что, чем она выше минерализована, она ведь черно минерализована, она же не органическими, а неорганическими минералами, такие минералы не участвуют в обедных процессах, сохраняются почки, сосуды, ну, я так условно, примитивно говорю, и поэтому, такую воду пить, конечно, нельзя, и в этом плане прав, поле бреки и прочих, выгодят, что лучше бисперированную, а сразу скажут, а как же минералы, так еще раз, надо так дать, стол, друзья, надо сказать, а какие вы что хотите, усвоить минералы из воды, вы знаете, что там минералы в неорганической форме, а спросите у химиков, биологов, врачей, а можно осадок, из чайников, просто кипятели, чайник пить, нет, а что вы хотите, вы хотите мертвые, то есть, неорганические минералы могут усвоить, вообще, только растения, через свою жирневую систему, и в своих холорокластах могут образовать органическое, сложное вещество, вместе с этими минералами, которые туда интегрируются, в виде уже органических минералов, то есть, соединения со сложными органическими молекулами, жюглеводов, белков, жиров, вот тогда, такие минералы, и только такие, человеческие организмы, и организмы любого животного на нашей планете, только такие и может усвоить, другие не может, поэтому себя обманывать не надо, и будет так низко, вы же люди, достойны звания человека разумного, если достойны, то нельзя отрицать очевидные вещи, даже если вы верите в совершенно в обратные. Ну а может только вот эти, я объясню дальше, значит, это дистиллиров, если даже у вас есть вот эти мои, или там другие, которые генераторы водорода, приборы, которые меняют другие свойства воды, то все равно, значит, вы можете использовать, ведь бессмысленно эту хорошую воду после генерации водорода, вскипятить в кастрюле в виде супа, либо чая, в чайнике, и тогда все свойства уйдут в любом случае, поэтому для таких людей, ну и все равно кто-то пьет чай, кто-то варит, тогда я говорю так, вы оставьте восхоз обратной себе, это прекрасная вещь, и пейте, ну, например, суп варите на дистиллированной воде, чайник, заваривайте траву, на дистиллированной воде, в дистиллированную воду, как в идеальный растворитель, лучше перейдут те вещества, которые вы хотите, только не надо кипятить траву, если уж мы будем о травах, а достаточно при 70 градусах их запарить, и в термосе экспозицию просто сделать в два раза больше, чем рекомендуется в аннотации. Теперь, если мы говорим о воде, вот о приборах, я воду изучаю всю жизнь, как вы поняли, я занимаюсь водой там очень давно, и очень серьезно, с 80-х годов, когда я, то есть я разводил речащий для рыб, это дом, это среда обитания, не менее важная, чем для нас наземно-воздушная, а даже более серьезная у рыб очень много, то есть это тема, и я изучил эту тему очень серьезно. Я также хочу напомнить, кто не знает, сказать впервые, что еще в 89-м году я, было в Москве такое совместно советско-австрийское предприятие с Леносес, они занимались водой, они занимались по методу фоли, либо аналогичному методу, когда они определяли по биологически активным точкам на руках, ногах, фаланга, пальцем через эти точки, определяли те или иные болезни, состояния, что было, что есть и тенденции, абсолютно, я скажу точно, улавливали я через, на многих моих знакомых и родственных могу сказать, что да. И они заряжали воду, как бы информацию, зачем я говорю про информацию, первичная она, вот, понимаете, они и делали эту воду, в зависимости от индивидуальных проблем человека, заряжали, как бы, информацией на изменение огненных процессов, прочее, то есть, болезнь, как бы, и это работало, очень серьезно работало, я на себе это проверил. Но, то, что я потом, уже в 90-е, 2000-е, и сейчас вижу, это совершенно, конечно, не тот уровень, я не знаю, куда делись эти ошеломляющие технологии, которые действительно сразу результат, я тебе сейчас нет, я сразу скажу, но то, что это возможно и было, это факт. Ну, к ногтю прибирают многие вещи, а так, дают подобное мишуру, что вроде было, но вот оно, да. Так, значит, теперь по ракулу все-таки более подробно. Значит, основные свойства ОВП, коэффициентарственного утяжения, водорода. Это жизненно важные показатели, то есть, по крайней мере, ОВП, то есть, окислительный, восстановительный потенциал, то есть, способность молебулы принимать, отдавать электроны, быть в балансе в этом, а в организме измерена внутри кровь, любая, скажем, любая жидкость, содержащая воду, внутри каждой клетки у нас примерно минус 80-100 миливольт заряда. Из-под крана мы пьем, или из бутылок купленных воды мы пьем плюс 200, 300, 400 миливольт. Значит, эта вода, каким-то образом попадая в организм, доходя до каждой клетки, меняет заряд свой, как мы понимаем, до минус 100 до минус 80. Что это значит на практике? Это значит, что эта выпитая вода будет работать точно как свободный радикал, примерно как куриная ножка, жареная на масле, только в меньшем масштабе. То есть, эти миллионы электронов у клеток наших, через которые вода будет проходить, дойдя до конечной нужной клетки, она будет отрывать, чтобы стал баланс, полярность. То есть, отрывать электроны. И часть этих клеток, с оторванным одним из двух парных электронов, становится подверженной воздействию, то есть, они уже подтвердились вот этому воздействию свободных радикалов, и эта клетка начинает погибать. Если срочно она не получит откуда-то электрон, она погибнет, и она заменится новой клетке при делении, то есть, путь такой, гмитозы, если с полного деления клеток. Но это значит, что данная группа клеток, тканей, будет жить не в 50-60 делений по два года в среднем, или больше, отведенной природой, а меньше во много раз, или в несколько. И когда проблема в этом месте возникнет, то есть, например, много раз ткани поменяются, ошибки передадутся какие-то, отделения к делению, может как раз получиться, как конечная стадия вот этого неадекватного деления клеток, аномальные возникнут клетки, раковые, которые утеряют способность делиться ограниченное количество раз, как известно, раковые клетки, только и стволовые клетки с асимметричным типом деления делятся вечно, остальные живут 50-60 циклов. Что делает эта вода заряженная? Когда вы получаете в стакане минус 300, 500, 700 милливольт, вы эту воду пьете, и моментально вода, всасываясь в кровь, лимфу, проходит до каждой клетки, и независимо от чего вы подверглись воздействию свободных радикалов, даже человек, который куриную ножку съест, в этом смысле он восстановит свои клетки в плане подверженности свободных радикалов, и это свободные электроны, а этот минус ОВП не что-либо, как свободные электроны, они встанут на места оторванных электронов у этих клеток, и эти клетки не погибнут, они будут жить отведенный свой срок. Вот что такое эта вода, поэтому я и говорю, что на 30-40 лет она может продлить жизнь каждого человека. Тут важно не нарваться только на приборы левые, где не титан, покрытый реально платиной, а начинаем чем другими группы, платиновые группы заменять металлами ради удешевления, и чтобы у них покупали. Но бизнес, главное, чтобы у них купили у кого-то, а для этого надо сделать дешевле, как правило, для большинства людей главное дешевле. Ну и вот неразумные люди поддаваются на что дешевле, это не одну и ту же модель телевизора выберет в Яндексе забить, где, в каком магазине конкретная модель, например, Самсунга дешевле, да? Это я понимаю, сэкономить разумно деньги, ну кто же это не поймет? А я не понимаю другое, что нельзя экстраполировать вот такой подход экономический, экономный, семейный, там, вот привычку купить дешевле какую-то вещь, накупить дешевле совершенно другого производителя или по другой технологии, неизвестно по какой, прибор, который влияет на непосредственно здоровье человека. Это недопустимо, и поэтому я занимаюсь очень серьезно, этим англоюзследую, ну и вообще скажу, что мы сейчас идем с моим там партнером, одним, это уже идет давно, производство будет не так, я думаю, скоро, то есть не скоро, надеюсь, достаточно скоро, может быть, до Нового года, может быть, будут у нас свои приборы, то есть свои марки, которые делаются в Японии, скорее всего, сейчас либо в США, либо в Японии, вот не потому, что в Корее хуже, нет, это сделано по-другой, политическому, по политическому вопросу, про который я потом просто поясню, это будет, я надеюсь, а пока, то, что я вот это рекомендую, это лучшее из того, что есть, это то, что вот, правильно, вот эти персональные генераторы водорода, сейчас у нас вот партия кончилась, опять все разобрали, и будет новая во вторник, сейчас раздаможка прошла, но будет во вторник, значит, и я очень рекомендую, вот на это, дорогие друзья, ну, не пожалейте денег, потому что это не потому, что вот купить, хотя, ну, почему бы, да, и, нет, вот, в хорошем деле, и вот, я не знаю, почему бы, да, и меня не поддержать, нет, а дело в том, что ведь, смотрите, на что идут эти средства, на развитие всех проектов, в том числе, вот этих телевизионных моих, на других, ну, да я много еще пока не говорю, потому что, ну, зачем раньше времени, не на каких-то своих личных, то есть это, да, у меня несколько видов бизнесов, они все этичные, они все направлены на здоровье человека, на просвещение, а чтобы я мог заниматься, и вот такие разные бесплатные лекции, большое количество времени свое высвободить, и тратить на просвещение людей, на то, чтобы я информацию давал, как устроен организм, или этот мир, или глобальные вопросы, то нужны средства, для чего? Чтобы проекты, не по миру ходить с протянутой рукой, как некоторые делают, а на свои, что называется, ну, это соучастие некое, а что это за приборы? Это приборы, которые дадут жизнь, продлят ее, и решат очень многие проблемы со здоровьем, кровь разжижается после такой выпитой воды, через считанные секунды, и если человек любит такую воду на ночь, ночью, в этом день, у него невозможно инсульт или инфаркт, ну, по крайней мере, в течение 3-4 часов железно, а если даже у моего друга в свое время Сергея, а не было таких приборов, случился, когда геморрагические инсульт, а на наших руках он умирал, он жил там, потом уже были неизменимые процессы, кровь, единственный вариант, а там нельзя, ну, в общем, там целый ряд ограничений, а вот такую воду дать выпить, и кровь моментально, и вот эти сгустки растворяются, и уже в головном мозге, а где процессы очень медленно проходят, то, тем не менее, вот водород ведь проникает моментально сразу везде, и поэтому спа-капсулы есть, и большие генераторы водорода, их вот великолепнее в ванной класть сразу, насыщать организм через кожу, а первое воздействие в данном случае, со спа-капсулами, идет непосредственно на кожу человека, а дальше уже на кровь, лимфы, на каждую клетку организма, а можно же в тазик, когда руки, ну, каждый день, может быть, в ванной принимать-то не будешь, а вот в тазик налить воды, поставить капсулу, включить руки под воду, опустить, и еще дышать этим водородом, вот это то будет эффект, что вы видели, может быть, некоторые из вас, а кто не видел, обязательно посмотрите, опять-таки, левая колонка у меня в блоге, где приборы жизни, когда на Сингапурской международной медицинской выставке подходит человек, его берут просто, первого папа, сажают, сканер, палец его сканирует, и выводит на монитор состояние микрокапилляров крови, у него там застойный, пухненький, то же у него там, как и предполагает кровь, в конечности, то так еле-еле, вообще почти не идет, ему дают подышать водородом, это то же самое, что выпить стакан воды водородом, но не во всех случаях, людям больным можно пить, потому что есть у кого с точками проблемы, вы знаете, или да, там, и вот тут как раз дышать идеально, будут такие тоже приборы, как там на выставке, которые некоторые меня прямо спрашивают, а будут, будут уже скоро, и вот человек дышит, и через прямом эфире, там, в секунду 10 проходит, и у него кровь была так, а стала вот так, в 10-15 раз быстрее идет, вот что, это спасение жизни, да это моментальное спасение жизни, а если пить такую воду, либо дышать постоянно, то через месяц, два-три, будут растворяться тромбы, вот это, с какой именно водой вот работают, с водой очень просто, вода, мы пробовали в этот, ну, пьем дистиллирован, и вставляем дистиллирован, и там не было пузырьков, я думаю, конечно не было, и это правильно, и так должно быть, потому что, чтобы были пузырьки, то есть заряд, заряд должен на что-то сесть, он садится, условно, так, примитивно я говорю, на минерал, минералов там нет, коль она дистиллированная, значит, вам в данном случае можно решить этот вопрос, вот как расплюнуть, вот как, например, вы берете лимонный сок, или туда стол, чайную, или столовую, как кто как хотите, ложечку, и вы увидите, как пойдут пузырьки, а главное дело, что пузырьки пошли, тем более минералы, как раз будут в органической, вот, или немножечко гималайской соли, например, растворить, и тоже пойдут пузырьки, ну, а тем, кто не пьет дистиллированную воду, вот так, чтобы сначала дистиллированная, а потом туда, обычная водопроводная вода, но предварительно прошедшая, естественно, чтобы она была без кворки, то есть через какой-нибудь много-катриджный фильтр, типа барьера, который из угольных катриджей, наполнений состоит, ну, не осмос, да, без протон, без мембраны, а такой, чтобы, так сказать, хотя бы задерживать кворку, тяжелые металлы, тогда берете эту воду, спокойной, ну, а как быть напряжительной в Петербурге, у них же мягкая вода и так, ну, зачем им уж совсем до нуля, они спокойно подсоединяют вот этот, например, ну, например, барьер с угольными катриджами, берут эту воду, наливают, вот, стаканы, генерируют водород и пьют спокойно, или кто уже дистиллиатор, пожалуйста, как я только что сказал, так что, если вода уже жесткая, все равно не пьют, ну, пейте, ну, лучше такую воду, а лучше, а если супы, кто из этих людей, или семей, то супы и чаи лучше на дистиллированной воде, это сто процентов. Юрий Андреевич, как вы относитесь к соку, питания с соком, и несет ли в себе сок, можно ли эти, вообще, продукты получать то, что нужно, если не дистиллировать воду, это же сам, по дистиллям, не есть, да, природа, не училась, и заряженная эта вода, скажем так. Есть такие, например, фруктоеды, которые вообще не пьют, они получают только воду, из той воды, что, ну, они, правда, надо ради сказать справедливо, то есть, если все-таки люди едят в какую-то дегидрированную пищу, вот, например, там, дегидратор, в сыроидную кухню какую-то, все равно вода им нужна, в той или иной степени, но чем больше человек на сыроиде, в степени поедания, все-таки, свежих плодов, тем меньше ему нужны воды, но все равно она нужна, и потом запов, все равно же вы понимаете, что, например, вода, то ведь водой, но и плоды сорвали неделю назад, а то и месяц, и, конечно, в плане энергетическом, там вода уже не та, и, значит, можно вот как хитро поступить, вы берете овощи, фрукты, помыли, положили в кастрюлю, например, эмалированную, предположим, зарядили водородную воду, генератор, да, поработал, и вылили эту воду в кастрюлю, через минут 5-10, вода, которая находится внутри овощи или фруктов, будет уже опять восстановлена, то есть опять отрицательный хороший минусовой заряд будет, но уж если у вас установка такая вот, типа Нью Энерджи, которую я показывал, или аналоги, то у вас просто льется, там, 2-3 литра в минуту уже такой воды, налили, это прям в кастрюлю, такой заряженной воды, у вас живые овощи, все, но тем не менее, да, фруктоеды могут обойтись, в принципе, только на фруктах, но все же, понимаете, на нас очень много действует, мы идем по улице, машины пахтят, выделяют яды, тяжелые металлы, другие факторы, и у нас очень много свободы о радикальном воздействии, даже у сыраевых, так поэтому такая вода жизненно важна, но пейте ее просто меньше, 2 раза в день, но это очень важно, чтобы хотя бы редко, но такую воду пить, потому что она сгладит вот эти проблемы. Ну и еще по поводу воды молекулы у нас, вода, она является растворителем всего, а раствором считается любой напиток, наверное, срок, безусловно, и даже вода с лимоном, это тоже уже растворено. все, что растворено, да, все, что растворено, между, если какое-то вещество, растворено между молекулами воды, это уже не растворитель, а раствор. И он может быть разный, иногда раствор тоже обладает растворительными, скажем, функциями, но, если мы говорим о киселях, чаях и так далее, то это, конечно, уже никакого очистительного воздействия такая вода не будет иметь, и потому, если человек пьет кисель в воду, то есть клюквенные какие-то, любые морсы и так далее, и это для вкуса, и это иногда и для пользы, если это, например, гусеничная вода, но это не растворитель. А вот коэффициент такой, как, есть такое понятие, коэффициент тарифского натяжения, вот этот параметр как раз является показателем растворимости. И, значит, я скажу так, что эти приборы как раз делают воду как растворитель, то она становится более активной. И овощные соки, только что с грядки взятые овощи и, так сказать, соковыжималки отжатые, конечно, очень пополезен. И норм носка, который является, наверное, я считаю, лучшим специалистом по лечению свежевыжатыми, овощными в основном, да, соками, я советую читать его книги. Но это хорошее лекарство, это действительно дополнение к питанию, великолепное, как полтотавщики минералов и прочее, но опять-таки, минералы. На каких почвах это выращено, есть ли там эти минералы? Поэтому без фукуса в наше время, ну это я так уже говорю, практически не обойтись. То есть, по крайней мере, это единственный то простой продукт, который может обеспечить наш организм всеми нестающими микро- и макроэлементами, даже не обследуясь на то, на что у вас дефицит. Потому что в нем есть все, в хилатной вот этой водоастворенной, ледной, органической форме все микро- и макроэлементы, какие только существуют. И это почти панацея. Иногда у людей от нескольких банок проходят узлы щитовидки, диффузный сок, но максимум за три месяца у всех. Типа периода или можно? Ну, можно здесь постоянно, всегда, как советует профессор Савал, доктор наук, который, его основатель изобретатель, мы видим, у нас есть с ним об этом, как раз он рассказывает. Я из наукограда Кущина, мы как раз с Академгородка ведем репортаж с ним, записали. Но хотя бы курс минимальный, ну, самый минимальный месяц, а лучше, конечно, два-три, хотя бы надо пропить, чтобы почувствовать все то, что тут остыть. Нам в каждую выставку приходят люди благодаря у моей жены диффузный сок. Пять же спит, врачи, ничего здесь, и тут мой фокус, вот этот два-три месяца и все, и нет, понимаете? Потому что огромное количество проблем, особенно гормональных характера, гормональная система летят от дефицита некоторых минералов. Это очень важный фактор. Так, давайте сейчас прочту, что тут, это уже две записки. О, свой отравец питания просят описать летом зимой, эти. Слушайте, ну, я, конечно, отвечу так кратко, потому что, знаете, вот чтобы сказать, что есть вот прям такая система, я не могу, потому что это зависит от моих дел на текущий день, да, я, например, там утром сразу ничего не ем, там, стакан воды пью, например, потом забываю стакан. Ну, а потом я, конечно, что-то там ем, салат я ем, да, я люблю авокадо, что-то салат ем, ну, это мой любимый, это салат, немножко иногда, я могу туда спирулины кинуть, она очень хорошо, сочетается, не все любят ее просто так, она некоторым противна, вот салат такого типа очень хорошо сочетается, немного ямалайской соли, потому что, чтобы ее было меньше, я в воде, мы ее растворяем в воде, и когда из чайной ложки чуть-чуть полить, и все равномерно солевой раствор пропитает, всегда меньше, ты раз 5-7 уже автоматически сыпешь, как бы, этой соли, чем если ты просто порошки ее сыпешь на дюйду, пока ты достигнешь того вкусового состояния, которое вам приятен по солености, это такая вам подсказка, как это можно легко сделать, вот меньше, это укрепляя соль, при этом, вот, что еще, ну, и салат там, и мой любимый, да, а так, фрукты сезон, вот, какие есть, там, вот, персики, тут шикарные у меня, стамане, органические мы едем, персики, там, тоси, нектарины, там, вот, что нам говорит, что сейчас идет, ну, были вот в этом, когда, ну, честно скажу, мы в Крым ездили, когда, мы с собой брали много авокадо в чемодане, а, так сказать, все становится, там местные, мы познакомились с людьми, которые органические выращивания, ели огурцы и все прочее, салаты делались все такие, мы только масло агановое с собой взял, бутылочки там, маленькие, обнулили, вот, и персики, персики там, и все такое, ну, дыни ели там, очень, что еще, я вообще про Крым как-то выращиваю, ведь перезнутри это знаю, и с людьми познакомились, я много интересного расскажу, я вам скажу, органических продуктов почти там нет, то есть, то, что продаются в Крым, там, на, за копейки, на, ну, дорога, извините меня, шоссе, машины тысячами, туда-сюда, тут он, выращиваем сады, и тут же продают, со свинцом, с тяжелыми металлами, это есть нельзя, дешево, это можно и бесплатно давать, ну, люди, по барабану, так что вот, а так, ну, могу вечером салат какой-то съесть, или что-то такое, ну, вот иногда в кафе приезжаю, когда вот сейчас, как уеду, не буду ничего так, хотя, как я в Псков приезжаю, будете в Пскове, о, бесплатную рекламу сделают, значит, есть такой двор поздной, вот так называемый, это люди, молодец, один очень богат человек, он там восстановил, этот осовняк, 16-17 века, купеческий дом, раньше был такой, да, а вот отдых, ну, были уже такие полу-руины, после войны, вот сейчас он его восстановил полностью, там, под иголочку, лучше, чем раньше был, ну, в том же стиле, не бутафория, реально, там и ковка дорогая, и дуб натуральный, там, и все, да, и вот, дом Пасноева, это ресторан по уровню, я скажу вам, ну, может быть, не уровень московского Пушкина, да, который один из 100 лучших мира входит по оценкам экспертного ресторана, но близко к этому точно, и лучше Пскове, и вообще, и где бы то мы ни были, кроме Москвы и Питера, так вот, и что я вам скажу, они мне делают специальный, просто шикарный салат, будет кто из вас, скажите, сделайте мне такой же салат, как и для фронова, все, они вам сделают, да, они же там все в теме, знают, и так далее, вот, поэтому тогда, а так вот мы сами что-то такое, ну, просто, ну, свой шоколад я не ем, скажу честно, с Раеноми шоколад, ну, кстати, да, мы стали сюда поставлять, и, кстати, дорогие, кто еще не пробовал, вот, есть у нас тут 100 граммовый, только не в клинках, а в троксах, ну, как и раз, маленький, с ноготок, ну, что, ребята, 50 штучек, всего 50, смешно, по 100 грамм сегодня привезли, кто захочет, то цена тоже, то есть, берите у них, можете сегодня вот прям взять, захотите, угостите друзей и близких, покажите, что и сыроедная, живая пища, даже кулинарная, может быть очень вкусной, при этом безвредной, как минимум, а шоколад наш уникальный, мы его даже и в Швейцарию, и в Канаду, во многие страны мира отправляем, потому что, он самый вкусный в мире шоколад, это без всяких сомнений, он вкуснее американского, но что же говорить, что у нас точно аналогов такого нет, потому что, ну извините, туда вложены и такие знания, и технологии, и безумные деньги, колоссальные деньги, без которых, к сожалению, оборудование бесплатно, ведь никто в Германии, в Италии, по спецзаказу не сделает, правда, поэтому можно было бы не делать никакой, делать блендерин коленки, как все делают, а можно было бы дойти до промышленного уровня, как мы дошли сейчас, и делаем уникальный шоколад вкусовым характеристикам, которые не уступают самым элитным швейцарским, бельгийским сортам шоколада, как оценивают все те, кто пробовал, да, вот вы подтвердите, ну, и, естественно, это так. Проходим к вкусу. Ну, когда-нибудь, наверное, будет, я, лишь не, мы не делаем это по той причине, по той, да, под как, был один фильм очень такой, не русский, интересно, шоколадная, там, чар, шоколадная паприка, чар, очень интересно, да, кстати, один из редчайших, современных, иностранных фильмов, получающий, такой моральный, я бы сказал, что деньги не главные, что настоящая дружба, преданность и верность, это ценность, это для импортных иностранных фильмов, и большая сейчас редкость, советую посмотреть, дети можно показать, ну, вот у нас примерно то же самое, пусть не такое грандиозное, есть такое, да, но, видите, есть такая вещь, как промышленная шпионашия, недоброжелых, заэкзотовая, ну, конечно, нельзя, нет, нет, но это не совсем правильно, то есть, я, естественно, со своих хозяйств, разное, где что выращивается, вот я начал, вот как Иван Чая, помните, там, кто смотрел, как мы на штурмуем, на БРД, и на речку, чтобы попасть в то дикое место, где ребята живут отшельниками, там, несколько семи, буквально, там, почти под 20 лет уже живут, там, и вот занимаются только Иван Чаем, фанатично, преданно этому делу, любят это, ну, то есть, вот, такие, кстати, скоро у нас будет шикарный на днях, в среду, наш пасечник, ну, это, может быть, родственник почти, да, из Смоленской области, в прошлом году он нам не давал, этот мент почти не было, но в этом чудо, и есть, несмотря на погоду, велика, он сейчас на Спас снимал, ну, там, банок 20 трехлитровых, он 19-го, сегодня снимает, а вот завтра, послезавтра еще будет снимать, откачивать мед, очень хороший за весь год, без химии, без ничего, очень качественный, очень недорогой, будет в трехлитровых банках, я предполагаю, что цена, ну, наверное, ну, наверное, 3 500, скорее всего, будет за трехлитровую, а это 4,6 килограмма веса, да, будет этот шикарный, натуральный, честный мед, но мы его на Яврику, 26 с него вывезем, до этого продавать, наверное, не будем, приезжайте на Яврику. Игорь Андреевич, у вас нанослушка есть, все-таки продукты замечательные, вопросы, да, можно просто, чтобы, чтобы, соли на, вот, по сути, вредна, вот, есть и сердерей, органическая, желательно, в идеале соль не есть, но уж, коли мы, вот, там, в чем-то слабы, или считаем, на данном этапе, есть соль актуальна, то, можно есть тогда, с минимальным вредом, для себя, это вот, ямалайскую, или любую каменную, но лучше, а морская, в какой-то мере сельдерей, там, да, потому что много натрия, но опять-таки, да, это дает, мы будем производить, обязательно сельдерей, обязательно будем производить, я учитываю, мы ведем, вот нам пишут, люди, мы все учитываем, в этом году будет гораздо больше ягод, молекулярной сушки, новые позиции шикарные, ягоды шоколада, новые, там, смородина, и так далее, будут и свежие, вот у нас зимой мы тоже, есть шикарные томаты, огурцы, перцы, великолеп органические, зимой тоже, то есть, ну, круглый год, это мы тоже, вы смотрите прайс-листы, у нас, либо в прайс-листе, либо на сайте надгард.ру, по продукту, новый уже сайт, такой весь, кто любит заказывать по интернет-магазину, классическому, все это есть, но, есть там варианты прайс-листы, там, смотрите, и вы тогда не ошибетесь, то есть, не, по прайс-листу, ну, я скажу так, есть ряд клиентов, кому наоборот, нравится заказывать, они привыкли, и я объясню, почему, я объясню, почему, потому что, если я знаю примерно, что я хочу, но я ведь могу многое забыть, вот представьте, вы в интернет-магазине, и вы знаете точно, что главное, что я хочу сейчас, это шоколад, там, это, и что-то еще, и я закажу это, это, ну, посмотрите, там в каталоге, столько подразделов, а там еще подразделы, вы что, все просмотрите, да никогда, а прайс-лист вы берете, сверху вниз, про как-нибудь читаю, ваша продукция, я с удовольствием, если будет меню, меняю, я с удовольствием, посмотрю все меню, я согласен, есть и такие люди, как вы, но уверяю вас, что не все те, кто вот так смотрит, и любит заказать по классическим интернет-магазину, будет так делать, как вы, поэтому, для кого-то это прайс-лист, лично для меня так, он уже есть, такой, пожалуйста, уже вы можете заказывать, по классическому интернет-магазину, с увеличивающейся картинкой, с автоматическим в корзину скидыванием товара, который вы выбрали, уже есть, этот сайт, надгард.ру, входите туда, и вы увидите классический интернет-магазин, с очень удобным, как говорят, интерфейсом, вот, так, жилькову Ясенево, в лесу родник, можно ли пить, значит так, вот то, что мы называем родниками, во-первых, родниками, как правило, не является, потому что родник это то, что берет начало свое, все-таки, из подземных рек, как минимум, или из жил специально, тем отдельно, когда-нибудь я об этом расскажу, а пока скажу лишь то, что, неважно, в Ясенево или в Генде, где-то далеко в Тверской области, я бы никогда не пил из родника, если бы, или, не абсолютная уверенность, вот, я, например, подводу из-под крана в Междуречье, это горное село, деревня в Крыму, что, я лично видел, мы ездили на экскурсии, я вам покажу, тоже видео, буду такие делать, где, из чего, из каких источников питаются эти деревни, там трубы проведены, прямо из источников горных, как все это идет, да, из родников, да, там, да, там проходит через кастовую фильтрацию всех пород, все там правильно, это понятно мне, когда, неизвестно как и что, я бы не пил, перед тем, как не сдал бы это на анализы, в лаборатории, на развернутый анализ, и натяженные металлы, и прочие, инорганические составляющие, вот только тогда, как мы до этого говорили, и это только про безвредность, что касается физико-химических свойств, можете даже не экспериментировать, там точно не будет никаких тех свойств, которые осталось, ну, 15, может быть, не более, источников на нашей планете, где свойства воды приближены к клеточным, такого, конечно, там чуда не произойдет, если нет, на приборы по очистке, дело в том, что приборы по очистке, мне это странно слышать, потому что, например, тот же барьер с угольными фильтрами, чтобы обезопасить себя от клорки, тяжелых металлов, там стоят 8 тысяч, 10 тысяч рублей, ну, я думаю, что на такой важный прибор накопить всегда можно, приборы по изменению физико-химических своей воды, конечно, стоят дороже, но 25 тысяч, ну, если нет такой возможности, то, хотя, если есть телефон, который стоит не меньше, то я думаю, на прибор, ну, если нет, то тогда, или уж жалко, хотя тут это непеременимо, это противоречит здравому смыслу, но, тем не менее, если нет денег, то тогда можно, как я всегда рекомендовал, какой-нибудь хотя бы вариант, вот, вода из осмоса, и кораллы кальций, в качестве того, что он даст, хотя бы, ОВП в отрицательную сторону, и органический кальций, ну, как бы, в какой, да, а можно даже и без этого, войдет, можно, тогда уж, хотя бы, свежевыжистые соки, овощных побольше, но все равно, все равно, вы поймите, в качестве антиоксиданта, мощнейшего, он уже вот такая вода не будет работать. Так, четыре года в браке, мне не наступает беременность, 27 лет отчаяния, ну, пока 27 лет отчаяния зря, переполняет, не надо, вы, конечно, надо обследоваться, безусловно, нет ли каких-то изменений, ну, так сказать, каких-то органического характера, если нет, все в порядке, там, музей, МРТ, ну, проверить надо, то тогда есть, вообще у нас в России около пяти миллионов бесплодных пар, это вызвано вот как раз тем самым, что папа, мама, такие говорливые, курили, пили, и шашлыки каждый день, так сказать, каждую неделю на даче, как каждый день, и то, что это, так сказать, подгаженная генетика действует, безусловно, особенно алкоголь, в первую очередь, тут влияет на бесплодность, но вполне может быть, что и, ну, это же сдаются анализы, выясняются, в чем причина, но тем не менее, если вы перейдете, или, ну, по крайней мере, настроение очистит свой организм, будете пить вот такую воду, то есть, обладающую всеми нужным физико-химическим свойствам, вы как бы откроете каналы, возможности для того, чтобы ваш организм, ну, что ли, переключился вот на эту матрицу изначальной, вот этой идеальной, эталонной информации, по образу и подобию, которую мы, то есть, вся биология ведет, и, конечно, это вопрос, скорее всего, решит, я очень много знаю пар, которые, перейдя на сыроение, они могли родить или рожали, это сплошь, это и нормаловый кераписовый, и многие другие, это факт, ну, то есть, я, всякое бывает исключение, но это очень огромная вероятность, что все будет в порядке, поэтому, я посоветую очистить свой организм, перейти на пить, пройти обязательно антипаразитарную комплексную программу, не буду сейчас об этом рассказывать, есть у меня такой мини-инфопродукт номер 14, даже, я уж не говорю, что есть еще инфопродукт номер 5 плюс 6, где, так сказать, желательно совместить знания, эти и эти методики принять вместе, но хотя бы минимум в продукт номер 14 и пройти эти представки в один месяц, потом очищать организм спокойно, переведя на живое питание, максимально приближившись к этому хотя бы, и вода, вода, потому что без воды, ну, что такое очищение? Только водной среде это возможно, и вода является растворителем, а насколько будет она сильным растворителем, от этого будет зависеть, как пойдет ваше очищение в том числе. Так. Ага, да, вопрос, по продолжению темы как у нас летние, у девушек и женщины попадают в деменструацию, это нормально, вы считаете? Ну, если пойдет в деменструацию, то это ненормально, то есть, отражение, да, серьезно, ну, выхищает организм. Вот знаете, здесь есть расхождение мнения, например, вот Салетов, у него свое мнение, хотя он, конечно, там, гинеколог и так далее, вот, так сказать, ему, наверное, можно в этом вопросе доверять, и он считает, что да, это проходит, это нормально, и тогда это показатель, как бы, когда пройдет, вроде как, очистки организма в хорошей степени, что это не нужно, но при этом зачатие вполне, а это зачатие есть, это факт, что есть при этом у тех, у кого нет менструации, это факт, поэтому мы не можем Но так ли то, что это абсолютно ненормально, далеко не все люди, женщины, которые переходят на сыроедение, даже моносыроедение, этого процесса нет. То есть у многих есть, поэтому этот вопрос достаточно спорный, и в общем-то, ну в любом случае, да, бывает, что нет, а агуляция есть, и зачатие есть. Поэтому это никак не связано, уж тем более с бесплодностью уж точно никак. Можно ли наливать горячую воду в медную посуду? А в медную, в медную, конечно, можно, но если вы налили горячую воду, то просто выпить надо достаточно быстро, чтобы долго не стояло, чтобы слишком много ионов медленнее, или что в воду. А если холодную, то можно и полчасика, и больше, чтобы постояла вода. А если горячая, прям налили, сразу можно пить. Так. Это как на сухом голове? Я отношусь к нему, в принципе, хорошо. Но только если человек не кидается какому-то с головой, а сначала очистит относительно более-менее свой организм, поголодает и практику получит обычного голодания. И обязательно попробует сухое голодание под руководством правильного, профессионального, опытного наставника, при том, что сначала в обязательном порядке, чтобы не рисковать, пронесет нет, он пройдет систему антипредставную очистку программы. Вот это обязательно, потому что я знаю случаи, когда мне даже пишут, вот я погоняю 20 дней, и мне прям плохо, я лежу даже уже на 5-й день. Я говорю, ну это потому, что я предупреждал, что сначала надо пройти антипредставку, и если у вас, не дай бог, аписторхи в печени, они начнут, они так питаются клетками печени, а питательные вещества новые, с пищей, не поставляете, клетки печени на другую щадящий режим жизни, регенерация переходит, и они начинают ваш организм в большей степени разрушать тогда, и это не надо, пока сначала пройдите антипредставку, а потом прекрасное, правильное очистительное голодание с переходом, уже кто не перешел настроение, если захотите, это будет самый правильный вариант, и микрофлора как раз будет более качественно работать тогда кишечная. Да, в антипредставную программу входят лисички, трутовик и шитаки, ну это просто такая программа АКУРА, только не берите ту АКУРА, что в комплекте, которые панут баночки, это для кошек и собачек нормально, но для человека масса хотя бы выше 40 кг, поэтому это глупости, там нужно большее количество лисички, там есть вещество действительно хиномоноза, такое вещество, которое растворяет даже оболочки яиц гельминтов, прерывает циклы, и поэтому это самое сильное средство, но там нужен месяц, три раза в день, и поэтому просто есть лисички сырые, вряд ли получится, если вы только не живете в лесу и повезет, так что каждый день ходите, и каждый день эти гримеры будете добывать, в количестве, пару приборожек, и вот тогда, тогда да, это можно и свежие лисички, а лучше концентрированное вещество в виде порошка, которое в капсулах, в препаратах лисичка, у нас они, конечно, тоже есть, естественно, потому что мы это в обязательном порядке, мы их отсылаем в разные, и города, и в страны, и так далее, это очень сильная, хорошая программа, да. А вы не подскажете, вот, кувшинный, 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 он что-то дает? Я думаю, что кувшинный практически ничего не дают, в какой-то мере в начале, а не может быть, там пока картридж совсем уж там нет, но... Не, если менять часто. Я понимаю, они, они столько фирм, я не знаю их все далеко, я допускаю, что теоретически в начале будут более-менее работать, но, понимаете, нет, лучше купить осмос, и лучше осмос, или купите хотя бы барьер, который под давлением, то есть, который вода... Квадратная. Да, многоступенчатую, в одну камеру, в вторую вода, в третью заходят, и везде очищается, и это самый надежный способ. Все-таки эти кувшины, я к ним очень плохо отношусь. А дистилляция очищает воду от хлора? Конечно, осмос это есть, это обменная мембрана, осматическая, которая пропускает только молекулы воды. А протонная обменная мембрана, только протоны водорода. Про источники, вот на чем вопрос. То есть, действительно, экологический район, там, Московская область, да, из ГОСТ, там, у которой обладает зачет. Вот я как интересовался, может, я ошибаюсь, что дают анализ, там, порядка двадцати каких-то пунктов, да, но вот, про которые вы говорите о ООП, да, и какое-то, наверное, натяжение, правильно скажу, да. То есть, там не дело, где вот это вот, если действительно вода нравится, понимаешь, что она может быть хорошая, если вы хотите просто проэкспериментировать, померить эти параметры ценные, вот эти вот ООП и прочее, то это можно купить в приборы и померить. Или обратиться к человеку, у кого они есть, и договориться, чтобы померить эту воду, там на месте желательно. Если вылили МГМА об анализах, лабораторию и прочих, то можно просто налить бутылки так, чтобы воздуха не было, чтобы прям пробкой в холодном виде, в темноте, не более суток надо, чтобы прошло до момента того, как начнут делать лабораторию анализ, и тогда на очень многие параметры можно определить, по крайней мере, что это вода безвредная, что важно. А то, что она там не обладает вот этими физико-химическими свойствами, это я вам говорю сто процентов, что это так, потому что такой воды в природе уже практически нет. А что вы интересного себе привезли? Из Крыма, что интересные привезли. Я привез интересные... Вы только не просто так привезли, да? Не просто так. Я всегда совмещаю приятное с полезным, я привез очень много интересных контактов. Возможно, мы будем с одним человеком делать там очень интересную группу проектов, а я об этом тогда расскажу, если дело сейчас дойдет все-таки, и землю я возьму плюс. К тому я привез несколько уникальных трав, бессмертник, например, лимонник, ну и не только. Крым не будут поставки трав, а скоро будут поставки уникального горного с горы Айпетри, с южных склонов, а дикого шиповника. Ужасно ценного и очень полезного продукта, натурального. Значит, потому что тоже жарят сейчас, к сожалению, на открытых горелках, в большинстве своих промышленных заготовки, на дизельных. Это вообще, что люди там получают, ну как на автомобилях или истинных. А на Айпетри еще какой-то мок, или что-то? Там есть и различный мок, в том числе тот, который вы имеете, вот этот вот исландский, да, который, так сказать, указывает на экологической частоте местности. Это правда, но на южных склонах, конечно, не на верхушке, там просто практически не растет, а внизу в подножье и в средней части есть, да. Так вот, и плюс еще орех уникальный, конечно, фундук, там и другие интересные продукты обязательно будут. А со следующего года, я надеюсь, мы будем делать такие сборные машины, оповещать всех наших подписчиков, и прямо коробками из колес, что называется, отдавать, вот когда, например, заранее знать, что там приходят, там персики, там тимокторины и прочее. Вот сейчас будет кизила, я надеюсь, мы заготовим очень хорошего в этом году кизила в большом количестве, чтобы делать наш замечательный, знаменитый сыроедный соус ткимали из кизила, да, который вкуснейший соус. Кто не пробовал, попробуйте, его год не было, он кончился у нас весь, буквально там, в октябре прошлого, ну, летом, прошлого года. Ну, да, вот теперь, я надеюсь, скоро будет, и это, конечно, страшная такая вкуснятина, и очень полезная, потому что он сыроедный. Соус, кстати, хранится в мыши в холодильнике, потому что мощнейшие эти оксиданты, мощнейшие, при этом он сырой. А нужно ли человеку растительное масло? Растительное масло, ну, понимаете, это вопрос такой, вот если человек, если не идеально работает кишечная микрофлора, и все, и печень, особенно, синтеза, многих жирных кислот нет, и переходный период, то лучше, да, употреблять, так далее, но и кунжутное, там, амарантовое, ну, конечно, и другие, но вот очень хорошее, органовое, хотя дорогое, но, конечно, это экстраклассовое масло, ну, и длиное достаточно. А если, в принципе, вы хотите перейти на фруктоиде, то и без масла, при том, что нормально все функционирует, обойдетесь точно. Вот, ну, конечно, масло помощь дает, в определенном этапе, да. Что касается укусов клещей и болезней, которые они принесли, насколько это вообще добро бояться? В этом, на самом деле, ну, как сказать, относились очень скептично, но вот поехали в Тюмень, к родственникам, и там грузил клещ. И сначала думали, что, ну, поголодаем, но как-то вот оно все пройдет, Нет, 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 это серьезная тема. Правильно, если клещ кусает, надо брать клещ, я говорю, как на будущее, брать клеща сразу же, вытаскивать, или там, как, в пробирку, или куда, или охлаждать, в холодильник, если нет возможности, даже замороет, лучше не заморать в холодильник, и сдавать в течение двух дней хотя бы на лабораторию. Тогда определяют, есть ли, является ли клещ носителем бралиоза, либо энцефалита. Потом, вот у меня гусил один раз, скорее ли, клещ, мы сдали, он был поражен бралиозом. Через 14 дней, где-то, 12, надо сдать анализы крови, чтобы понять, бралиозом поражен человек, я не был поражен. То есть, ну, организм как-то с этим справился, иммунитет. Но когда энцефалит, это уже дело другое. Хотя бралиоз очень серьезно имеет последствия, и надо, если он есть, не придется лечить антибиотиками, чтобы не рисковать. Ну, а если энцефалит, ну, это же быстро развивается. Ну, тоже проблема, то надо сразу быстро бежать и, конечно, лечиться уже официальным медицинским методом, потому что очень могут быть серьезные последствия. Рисковать не надо здесь, в данном случае. То есть, вот, сыны могут быть? Да, да, там уже надо будет, да, принимать. Получается, чисто организм, вот раньше не бежили. А там другое, там, нет, значит, там другое. Там, действительно, у людей, там есть определенная прививка через поколение, скажем, которая идет, и действительно, там люди не восприимчивы. В какой-то мере это влияет на здоровье тех, кто туда приезжает и живет первое поколение. А вот кто там живет не одно поколение, это уже без последствий обходится, эти укусы, да. Почему вообще такие симптомы уходят? В экосистеме? В экосистеме для контроля численности тех, кто выедает кустарники, в первую очередь, кроликов, когда зайцы поражают больше силы, они там, это регулировка численности такая одна из. Плюс к тому, ну, вот, конечно, олени, лоси это очень сильно беспокоят. Ну, в общем, это одна из численности контроля, да. Они ослабленные, потом волки могут уже подъесть более ослабленных. Это такая некая регуляция подпечевых цепях для экосистемы. А есть еще такая информация, что сыроедов, там, фрукторианцы с большим стажем, на море не кусают. В какой-то мере, да. Тут, я, знаете, я думаю, это от вырубки определенных гормонов. И вообще на углекислый газ они, это реакция. Но, да, действительно, бывает так. Вот, например, меня в меньшей степени, практически, если рядом, например, жена, если ребенок, дети, то детей кусают, а у нас меня нет. Но я слышал, а так мы знаем, что да, некоторых не кусают. Ну, че ж тут можно сказать такое, да, это правда есть. Но это тут нет такой закономерности, потому что есть фрукторианцы, которые все-таки кусают. Поэтому я скажу, что это такое есть, но... Меньше? Да. Игорь Андреевич, скажите, пожалуйста, по сути, вот так, сроедов, вообще, разом можно шоколадать? Ну, я же говорю, если мы говорим о том, что в идеале слимится к фруктоведению, то это в список продуктов не входит, потому что это не плод, по сути. Но, поскольку это, ну, вот вы же, допустим, если вы или не вы, но вот едят люди сроедные определенные блюда, так сказать. Это смесь определенных живых, сырых продуктов. Шоколад – это тоже смесь какао, вовух натуральных, термически не обработанных какао, масло того же продукта, считайте, одного, по сути, много, но... Но туда добавляется для сладости винограда сироп с ровенью. Добавляется какие-то ингредиенты, если он молочен, то молочен. И больше степени меня беспокоит именно какао продукт. Какао натуральный, хороший, какао. Какого стимулирует все это? Вот пока он не обжаренный, он совершенно безопасен. И для детей вы говорите? И для детей, да, у нас есть клиенты, которые едят дети каждый день. И есть взрослые, которые едят полкило каждый день. Каждый день. Двухсловенный летний ребенок ест без всяких последствий. Да, не потрогайте дать этому ребенку из магазина «Алёнушку». А вы хотите просто сказать на своё примере? Силучество, оно выкусит, что оно в сердцебиение, то есть как какао? Конечно. И стимулятор, и чай тоже является. Вот вы попьете его, и такой крепкий, и у вас сразу трилифы, то есть, а перед сном, так может, и не заснёшь. Поэтому есть очень многие вещества в природе, имеющие воздействия. Но это же натуральные продукты. Другой вопрос, когда жареные. Там хацерогены образуются в жареных какао-бобах, так и зёрных кофе. И поэтому это очень вредный продукт. Поэтому шоколад термически обработанный – это очень вредный продукт, как и кофе. А не термически обработанный – это вполне нормальный продукт. Ну, я не прогнозу в данном случае, я вот про шоколад, потому что какао-бобы содержит очень много жирных кислот и других минералов, там разных и прочее. То есть очень полезный продукт. Ну, сам по себе. Про Иван-чай. Вот у вас видео было, в котором вы говорили, да? Да. Три вида Иван-чай было такое. Да, они есть. И разные обжаренные. Я так понимаю. А не разные, а обжаренные только один есть, которые руками, то есть там не очень высокая температура, потому что он так крутится. То есть это тоже нормально, да? Да, да, конечно, 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 можно. Он в котлах крутится, просто руками, головами. Ну, только хлопчат бумажные перчатки, чтобы просто… И такая технология, он даже не ферментированная, но у него вкус, как у… вот это, пуэр, да? А у вас подается. Да? Такое есть. Да, будет сейчас на яблоке тоже вылезать. Да. Ну что, так и все. Благодарю вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ